Какие вопросы эти возникли, так как тема была очень сложная, в общем-то, мы ее мучили изо всех сил, эту сложную тему, как могли, поэтому нужно, в общем-то, какие-то вопросики задать еще, потому что сегодня будет самая сложная тема, окончательная. И можно считать, что уже спокойно идти и писать докторскую диссертацию по философии после этого семинара, поверьте мне, то есть на любой философ, у него волосы станут дыбом, если вы начнете эти вещи объяснять, он станут дыбом волосы от этих сложностей. У меня был опыт, я читал лекции для докторов философии, для преподавателей, как только заходила речь о философии отличия души от тела, все поставали. Это самая сложная вещь, которую только можно понять, если вы это понимаете, все остальные какие-то философские вещи, просто семечки, щелка не семечки, потому что это самое сложное, для этого нужен нечеловеческий разум, чтобы понять отличие души от тела, потому что от души мы не видим, поэтому, чтобы понять отличие того, что я не вижу, от того, что я вижу, это нужно действительно серьезно напрячься. Так, какие у нас вопросы есть? Сейчас вопросы? Конечно. Вопросы? По темам именно, по темам, которые мы слушали. Да. По темам, которые мы слушали. Пожалуйста. Так, 8-7-7. Такой вопрос. Алиса Фалидович, энергия денег – это божественная энергия. И можно ли объяснить то, что если мы тратим деньги, покупая не те продукты, или что-то на то, что нам не нужно для нашего развития, то это расценивается как неправильно тратить денег, и таким образом мы упускаем благополучие. Несколько таковой энергии денег. Да. Несколько таковой энергии денег. Мы говорили, как стать счастливым, нужно делать других счастливым. Поэтому, если то, что я получаю, я использую не для счастья других, а, например, только для своего собственного счастья, то в этом случае результат будет апплицаторным. То есть, в общем-то, все, что нам дается, оно дается нам для того, чтобы мы это, как Вы правильно сказали, в общем-то, использовали для позитивного направления. Это, в общем-то, благодарность Богу. То есть, это, в общем-то, энергия процветания. Любая энергия, в общем-то, она либо эгоистична, либо приносит, в общем-то, эгоистичный результат, либо приносит духовный результат эгоистичный. Когда я присваиваю себе эту энергию и думаю, что имею право на нее, что это мое. Все, я это честно получил, якобы, и это теперь мое. От этого человек не становится счастливым, потому что фактически он ворует. Так как предназначение любой, в общем-то, энергии, оно должно быть истрачено на служение другим, на служение Богу и вот этому. То есть, в общем-то, то, что нам дается, это, в общем-то, оно не наше, это выделено нам для того, чтобы мы это правильно использовали. Поэтому, если, как Вы правильно сказали, мы это неправильно используем на вред, то, конечно же, результат отрицательный. Поэтому, как таковое, энергии денег нет. То есть, нет энергии доллара, там, рубля, юаня. Какой энергии нет? Это воплощение энергии. Так же, как никто не может сказать, что такое электричество. Никто не может сказать. То есть, напряжение между двумя объектами есть, что это такое, никто сказать не может. Есть просто напряжение между двумя объектами. То есть, это энергия. Так эта энергия, соответственно, имеет эту природу, она дана на служение чему-то. Поэтому, если я правильно использую то же самое электричество, то я так же буду счастливым. Если неправильно, если, например, я ушел, а свет просто горит, а я имею право, что я оплатил, знаете, я иногда приезжаю в какой-то дом, и мне говорят, там, все оплачено, там, all included, то есть, там, все включено. Поэтому, делайте, что хотите, жгите, сколько хотите света, сколько хотите пользоваться водой. Я говорю, немножко неправильный подход. Ну и что? Как это все оплачено? Это не наше все равно. Поэтому, я все равно должен, то есть, выплючит свет, если я ушел. Я все равно должен вести себя, даже если я все оплатил, это не значит, что я стал богом в этой квартире. Нет. Это все равно не мое, поэтому я это должен правильно использовать, даже если я это оплатил, я все равно должен это правильно использовать. То есть, например, я оплатил ружье, и что, я теперь имею право в кого угодно стрелять? Я же его купил, то есть я могу его честно купить, но это не дает мне право в кого угодно стрелять. Я могу купить нож, но это не дает мне право идти и деньги просить у прохожих с ножом. То есть, если я просто прошу деньги, никто мне слова не скажет, да, ну и проси. Нет, тут и все. Но если я с ножом буду просить, меня в тюрьму касают, я приду на суд и буду говорить, но это же мой нож, я его честно купил, вот чек, но ты его неправильно использовал, вот ты с ним просил деньги, какая тонкая вещь. Или я возьму там бейсбольную битву и с ней буду деньги просить, но я честно купил ее, вот чек, вот чек из магазина. Я просто держал в руке, то есть неправильно используемо, и поэтому вот большая проблема, меня тут же арестуют. Даже здесь меня тут же арестуют, то есть просто, даже если я в миру неправильно действую, меня тут же арестуют, все тут же пожалуются, то есть я не прав. Или, например, я оплатил воду, то есть я набираю на ветро воды, выхожу и на соседнюю рублескиваю. Понимаете, то есть на соседнюю начинают ругаться, а что это в воду? Он говорит, это моя вода, что хочу с ней, то и делаю. Нет, ты не можешь делать с ней, что хочешь. Или говорит, это моя жена. Все, поэтому давай, ты работа, а я буду дома сидеть. Да, имею право, ты же моя жена, моя, поэтому ты будешь работать, а я буду дома сидеть и думать, куда деньги потратить. Так вот думаете, она будет довольна, нет? Она возьмет честно купленную в магазине сковородку. И скажет, моя сковородка, вот чек честно купленная, что хочу, я ей то и делаю. Правильно? То есть, поэтому духовность начинается с понимания того, что ничего моего нет. Это все мне выделено, чтобы я это правильно использовал. И как только я это использую неправильно, человек хулиган, я буду за это страдать. Ничего моего нет. Если оно моем, заберите с собой, мы не можем это с собой забрать. То есть это скорее у нас заберут, чем мы это с собой заберем. Иголочку с собой из этого мира не унесешь. Это все не наше, это нам выделено. Это нам выделено. Как мы в гостиницу приезжаем, и там дают зубную щелоку одноразовую, полотенце, все это выделено. Но когда уезжаешь, нужно все это оставить, все это не твое. То есть ты не можешь взять диван оттуда, телевизор утащить. То есть да, тебе это дали попользоваться, но забрать ты это с собой не можешь. То есть это чужого. Поэтому вот для русских иногда на выходе из гостиницы по-русски пишут, что полотенце, халаты, это собственно из гостиницы. Потому что иногда русские так и думают, они приезжают куда-нибудь в Турцию и думают, я же оплатил там все. Поэтому это все теперь мое. Там наволочки снимают, а потом пользуются. То есть есть такая иногда проблема встречается. Не твое, тебе это было выделено, все, уезжать. А то я сейчас скажу, вот я же лекцию, ну а то есть мне выделили для лекции это кресло, то есть после лекции грузите в машину. То есть я думаю, что хозяйки меня больше сюда не позовьут, если я с собой стол заберу, кресло скажу, да, мне выделили все, это мое. Забирайте, носите. Нет, то есть я должен, ну с чем пришел, ну с тем уйти. Поэтому мы сюда приходим ни с чем, то есть никто в шортиках не родился, да? То есть кто-то родился с банковским счетом в руке? Никто не родился. Все мы замучили свою маму, пока рождались. То есть мы уже родились, всех мучают. Уже мама накричалась, пока мы рождались. И еще потом она не спала несколько лет. И потом папа долго но сомневался, вообще надо это было делать или нет, такого хулигана вообще рождает. И потом все соседи были недовольны, и все преподаватели были недовольны, и институт брать не хотели, и в армии думали откуда ты повзялся вообще. То есть в общем-то ничего мы особенно не принесли и уносить тоже ничего не будем. Так же мы все будут провожать нас быстрее, давай уже тебе пора, уже всех замучим. То есть в последние годы мы тоже никому спокойно жить не дадим. То есть в общем-то такие, не подарки мы все. Не подарки и уж унести отца точно ничего не получится. Поэтому как пришли, так и уйдем. Поэтому нужно хоть как-то в общем-то постараться, ну хотя бы в промежутке между тем, что мы приносим всем неприятности, как-то стараться служить другим, чтобы приносить радость. Потому что и так, первое, третье, последнее, треть, чем-то нас беспокоится. То есть дети всех беспокоят и старители всех беспокоят. Поэтому хотя бы в середине нужно постараться сделать как можно больше добра, чтобы действительно хоть как-то, так сказать, сделать шаг вперед. А не строить такие, так сказать, императорские планы, что построю себе гробницу, напрячу там с собой, так сказать, все, что я в этом мире как-то заработал и все это с собой возьму. Не получится ничего взять. А раз ничего взять с собой не получится, то все это не имеет большей цены. Не имеет большей цены. То есть я проезжаю в какую-то квартиру, мне говорят, у нас стилизер не работает. Я говорю, ну и что? Говорят, ну вы же, наверное, там хотите что-то посмотреть? Я говорю, мне все равно, мне через три дня отсюда будет. Так же и мы должны эту жизнь воспринимать. То есть мы тут временно, поэтому, ну вот там, жена не работает, ну бывает. То есть, ну работы нет, что делать? Ну бывает. То есть это все временные трудности, они приходят и выходят. Ну болею немножко, ну что делать там. Ну сквозить, ну ещё что-то. Ну дивань неудобный, бывает. Временные трудности, то есть я не должен сильно переживать по этому поводу, это все время наверное приходит и выходят. Я должен вести себя по ситуации. По ситуации должен быть. То есть, какая у меня сложилась ситуация, я должен действовать практично, то есть, я должен постараться использовать ее на благо, но я не должен, так сказать, полностью погрузиться в какую-то борьбу с этим миром, стараться его напобедить. Мир победил всех. Никто не победил этот мир, мир победил всех, поэтому, в общем-то, вот это противостояние, в общем-то, миру, это немножечко бесполезная деятельность, поэтому принимать только одни разочарования. То есть, необходимо не бороться с этим миром, а необходимо понять предназначение мира. Предназначение мира научить меня, в общем-то, правильно использовать то, что мне дано. Поэтому то, что мне дано, я должен воспринимать, как выделенное мне на служение Богу и Его Детям. Если я это смогу правильно использовать, то есть, соответственно, дети Бога станут ближе к Богу, значит, я смог воспользоваться в совершенстве тем, что мне дано. Это нелегкая задача. Это есть, в общем-то, духовное знание, как так жить, чтобы каждый мышалк приносил не только материальное, но и духовное благо. Потому что материальное благо очень трудно принести. Очень трудно принести. Фактически невозможно. Потому что то, как я представляю материальное благо, для другого может быть абсолютная проблема. Абсолютная проблема, да? Как вчера у нас сначала был один водитель, он всю машину под себя настроил, да? Потом сел другой водитель, все, перенастраивал. Но когда он вышел из-за руля, сел прежний водитель, обратно на сторону. Так же и мы здесь живем. То есть, кто-то для себя что-то делает, то есть, нам может показаться, что мы сделали идеально, да? Ну, если, например, там, в этот дом въедет другой жилец, он скажет так, все сносим, все сдираем, делаем все по-другому. Если я думаю, что это и идеально, то мое сердце, оно разорвется, скажем. Мы так однажды купили дом один, и мы его перестроили немножко, и нам позвонил старый хозяин, сказал, можно я приду, мне просто хочется прийти немножко в старый дом, там, походить посмотреть. И мы что-то с дуру согласились. Потом я понял, что зря. И он, когда пришел, он так орал, что вы сделали с моим домом, да вы все испортили, было же все идеально, да я в него там душу вложил, да как же вы могли? В общем, мы его еле вывогли. То есть человек, как бы, вот настолько думал, что это его действительно, что когда пришли проблемы, все это в действительности было просто уничтожено. Поэтому время, это мир времени. Ну, то есть время это то, что все стирает. Время просто это эластик, он стирает все. Чтобы мы здесь не написали на доске этой жизни, время все сопрет. Ничего не останется, поэтому нужно, так сказать, а быть практичным, то есть что значит? Это, в общем-то, извлекать благо из того момента, который у нас есть. То есть воспользоваться тем, что есть прямо сейчас для служения другим. Для служения другим. То есть не пытаться сильно рассчитывать на будущее, потому что за будущее отличает время. Поэтому в будущем все будет стерто. Поэтому лучше делать благо сейчас. Поэтому мы говорили, что духовный путь состоит из маленьких добрых дел. То есть что это значит? Из ежедневных. То есть мы не ждем больших дел, которые будут через год. Вот сейчас все подготовлю. Мне люди говорят, ну вот, как вот, ну когда начнем духовную жизнь? Человек говорит, мне вот надо сначала. То есть чтобы было где мантру повторять, поэтому нужен дом. Чтобы было свободное время, для этого нужны деньги. Чтобы кто-то мне там, ну готовил еду хорошую, для этого нужна жена. Чтобы вот было то, было сё, то, сё. И такой список. Я говорю, ну время с тобой согласна? Ты у времени спросил, оно тебе выделит свою энергию, чтобы ты это осуществил? Оно тебе выделит. То есть, как вы знаете, пенсионный возраст выше, чем средний срок жизни человека. Знаете, вот. То есть средний срок жизни сейчас где-то 54 года, а пенсионный возраст там 60-65, там разные. Здесь сколько пенсионный возраст? 66. А средний срок жизни и 54 года человек? Везде, в Америке? Вообще везде. Везде? Общий мировой, да? Общий мировой, 54 года. А у мужчин вообще 52. У женщины где-то 57, а у мужчины 52. То есть, средний 54. Средний срок жизни. Такова статистика. Поэтому экономисты очень умные люди. Они стараются пенсионный срок поставить выше средней человеческой смертности, чтобы не выплачивать налоги. Это всё продумано. То есть, Министерство здравоохранения, я рассказывал об этом? В Голландии была, в общем-то, поставлена эта задача, в Министерство здравоохранения, в общем-то, высчитать, когда государство платит, в общем-то, тратит больше всего денег на лечение людей. И они высчитали, что, в общем-то, после этого среднего возраста, в общем-то, о смертности после 54 лет начинаются самые большие траты государства. И оно сделало выводы. То есть, государство попросило сделать официальные выводы, что государству выгодно. И Министерство здравоохранения Голландии сделало вывод. Государству выгодно, чтобы население вело нездоровое образование. Поэтому надо разрешить рекламу табака, алкоголя, азартных игр и так далее. Потому что в этом случае человек будет точно жить среднюю жизнь, то есть, если он не будет, в общем-то, о себе заботиться, то он точно примерно в этом возрасте будет потихонечку отходить. Потому что человек долго не живет, если так себя ведет этот факт. И, соответственно, государство не будет отдавать долг своим жителям, как это называется. То есть, государство не будет отдавать. То есть, мы платим всю жизнь налоги, а государство так рассчитывает, чтобы оно отдавало только маленькому проценту людей. Все эти деньги. Все очень хипер рассчитано, в общем-то. И во время от времени даже официальные заявления, вот это официальное заявление вы можете найти. Это официальное заявление Министерства здравоохранения Голландии. Потому что они люди простые, им дали приказ высчитать, что выгодно, здоровый человек или нездоровый. Оказалось, что нездоровый человек выгоднее от этого согласен. Потому что ему не нужно деньги выручить. Потому что он платит на будущее, на старость, а старости нет. То есть, а будущее может быть с нами не согласно. Будущее может быть с нами не согласно, потому что у времени свое, в общем-то, знаете, свое течение. Поэтому будильник всегда звонит немножко, не вовремя идет. То есть, всегда хочется еще хотя бы 5 минут поспать. Всегда. А также, в общем-то, и все неприятные моменты, которые происходят в нашей жизни, они всегда немножечко не вовремя происходят, к сожалению. То есть, я всегда думаю, что мне немножко не хватает. Дайте еще хотя бы чуть-чуть, то как-то не вовремя. Но это всегда не вовремя, потому что время, оно... Его предназначение показать нам, что мы неправильно планы строим. Что мы строим планы на будущее, а не на настоящее. Мы хотим, так сказать, правильно жить в будущем, а не хотим правильно жить в настоящем. Мы думаем, что для того, чтобы жить правильно в будущем, надо неправильно жить в настоящем. Кто-то живет? Кто-то разговаривает? Это в калуке. Там мантры. Там нужно, наверное, тетюки делать. Плеска. Это вам серьезно мантры передать. А сделайте, да? Попишем. То есть, в этом принципе, да? Вопросики какие-то? Разобрать здесь? Ага. Мальчика. Смотрите, можно? Ага. Что если... Что если ты приносишь что-то, то, что твое, как другу домой, и он... И он... И ты забываешь там, ты думаешь, что нужно забрать, и он что-то с этим плохо делает, и он плохо что-то делает? Да. Что с этим делать? Да. Потому что если ты забываешь, если он... он тоже хочет такое, а у него нет... Ты знаешь, что-то воруют у тебя, да? Да. И потом ты приходишь и говоришь... А Дайя? Да, Дайя. Эй, я у тебя не забыл. Что если это случается так, что он что-то с ней делает, и ты не получаешь ее обратно. Ну, если это твое, можешь отдать. Но если это мамина, тогда скажи, что это мамина. Ну, ну, просто ты говоришь, что Бог там что-то... Ты должен свое брать, это ты купила, это не твое. Ну, ты говоришь там, что если ты что-то купил, ты не можешь просто удалить кого-то, что если у меня что-то сделать. Нужно правильно пользоваться. Ну, просто, если ты... Ум... 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 Что будет с товарищем, который тебе не дает? Ну, может, тоже объясни я буду. Ну, пусть радостно играет в эту игру, то есть, он считает что так правильно, пусть будет счастливым. Какая проблема? Это ты хочешь... Угу... Кого-то сделать счастливым, и вот этого становиться счастливым. Пусть будет счастливым, но нельзя отдавать то, что не тебе прям лежит. Поэтому если это мамина вещь, и мама будет не очень довольна тем, что ты отдал, то это уже не твоя вещь, это мамина вещь. Поэтому мама может прийти в эту семью и высказать свои некоторые претензии. Потому что мы можем отдать свое, поэтому если это твоя игрушка, то какая в общем-то проблема? Если какой-то друг становится счастливым к этой игрушке, то пусть будет счастливым. Потому что так он будет завидовать и мучиться. Но если это мамина, то есть если мама считает, что не надо этого делать, то есть надо у мамы спросить. То есть всегда есть тот, кто нам это дал. Поэтому маме это дал Бог, а мама это давай тебе. Поэтому чтобы спросить у Бога, надо спросить у мамы. То есть нужно спросить у последнего звена, у последнего человека. То есть, так как это дает родителям, нужно спросить у родителей, то есть не опрямо у Бога, нужно спросить от того, кто последнее это дало, последнее там дало маму, нужно на него спросить. Разобрались? Спасибо. А вот вторая часть вопроса мальчика спросила, что будет с этим мальчиком, который пользуется вещью, как мы уже не давали его, но он ее завладел, да, правильно понимаешь? Что будет с этим мальчиком, который пользуется этой вещью? Как интересно сейчас вопрос? Господь решит. Мы же не можем в душу этого мальчика заглянуть, может он от чистого сердца насчитал, что это его, кто знает, мы не можем его в чужую душу заглянуть, почему люди что-то делают, кто его знает, по какой причине кто что-то делает. Поэтому мы не можем оценивать другого, мы только себя можем оценивать, но когда мы оцениваем другого, мы ставим себя на позицию Бога. Я вижу его душу, никто не видит его душу. Кто видит желание другого человека? Кто не видит? То есть мы думаем, что по поступку можно судить, но посмотрите, что делал Арджун. Арджун должен был всех убить. Кто-то хочет всех убить, кто это? Это либо великий воин, либо великий негодяй. Поэтому как мы можем узнать, что было в сердце? Поэтому Кришна заглянул в сердце Арджун и сказал, чтобы быть великим воином, у тебя есть маленькая проблема. Поэтому давай, прежде чем всех убивать, с этой проблемой разберемся, чтобы стать великим воином. А то как бы тебе не стать великим введением? Так же как солдат идет на войну и он может неправильно пойти, он может пойти как наемник. И будут большие проблемы. Он может пойти как защитник государства, это будет герой. А если он пойдет как наемник, его никто не будет любить. Не тот, кто его нанял, не тот, против кого он воюет. То есть тут очень тонко все. Поэтому, тем более душу ребенка, не будем в нее заглядывать. Так как там еще не сложился разум, поэтому там трудно что-то разглядеть. То есть, скажем так, после 30-ти туда можно уже по-хорошему заглянуть. После 30-ти? Да. То есть человек сейчас, так сказать, поздно взрослеет. А раньше взрослели немножко, так сказать, пораньше. Так как требования были строже, поэтому взросление раньше происходило. Сейчас требования слабее, поэтому взросление к 40-ка годам происходит. То есть что такое кризис средних лет? Это человек помнит, что он как ребят живет. Что он играется в свою песочницу, а эти куличики, они разваливаются. А нужен настоящий куличик. А он хватается, а он песочник, то есть он невкусный, его не съели. Это кризис средних лет, поэтому сейчас 35-40 лет время взросления. То есть не по внешнему виду определяется взрослый. А потому можем им брать ответственность или нет? Вспомнишь, что такое ответственность. То есть, а кто даже к 40-ка годам готов принимать на себя ответственность? Ты еще найди такой вот. Это уже подарок, и все к 40-ка годам. Поэтому не торопитесь давать оценку. Там никто не может так просто разобраться, только Бог знает, что там происходит. А мы можем над собой работать. Это будет эффективно. Оценка других обычно критична, излишне критична. Так, мы должны сегодня прочитать 17-й текст из 8-й главы. Это Гавадгиты. В странице 403. Звучит он так, на санскрите. Сахасра-юга Парьянтам, Ахарьяд Брахмановиду, Ратрим-юга Сахасрантам, Техуратра виду Джанаха. Переводится так. Один день Брахмы длится тысяча эпох по время исчислению людей, и столько же длится его ночь. Интересный стих. Он будет самый сложный. То есть, этот семинар рассчитан на сто разовое переслушивание. Его нужно сто раз переслушать, потому что в нем я пытаюсь называть все идеи Боговадгиты. Основные идеи, а с помощью которых можно решать сложные, скажем так, критические проблемы жизни. Такие сложнейшие проблемы. Поэтому, как только будут возникать какие-то сложности, переслушиваете. А основные идеи Боговадгиты я вот как-то постарался разложить по полочкам. То есть, о чем говорится? Здесь говорится о том, что все в этом мире, как бы долго ни жили, должны в свое время умереть. Поэтому здесь приводится жизнь Брахмы. И говорится о том, что смерть уничтожает радость от продолжительности жизни. Смерть уничтожает радость от продолжительности жизни. То есть, неважно, прожили ли мы жизнь Брахмы, которая длится тысяча циклов из четырех юг. В каждой, а уж сколько это в совокупности, не каждый математик сможет посчитать. Мы можем сказать примерно, что его жизнь равняется, дай Бог прочитать, 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Такую цифру даже произнести еще даже трудновато. Такие числительные я уже забыл даже, как произносится. Человеку такой срок жизни может показаться бесконечным. Но для Брахма он так же мало, как и для Камара, который живет пару дней. Так же мало. То есть, в момент смерти становится понятно, что жизнь не длиннее, чем вспышка молнии. Просто вспышка молнии. Поэтому, говорится, мы должны каждую секунду нашего короткого пребывания на этой планете использовать по назначению это время. Каждую секунду использовать по назначению, совершенствуясь в понимании своего изначального положения. Как слуги Бога. Интересно, вчера я переписывался с одним священником. У меня есть ознакомые во всех традициях, и я люблю вести такой, это сказать, диалог спокойный. То есть, они не знают, кто я. Я сильно себя не представляю, а то они сразу начнут меня сжигать на костре. Поэтому я веду диалог от имени простого человека. Все легальные свои не представляют. Что я там богослов, священник, не говорю. Просто я как простой человек с ними разговариваю. И пытаюсь понять, то есть, как другие священники видят мир, то есть, как они все представляют. Я разговаривал на эту тему, то есть, мы с одним священником интересно беседовали. Почву прощупывал, что на эту тему думают разные направления. И один из священников мне сказал, на самом деле, Бог не просил ему служить. А он просил просто идти за ним. Я спросил, а что значит идти за ним? Я говорю, просто идти за ним. Богу служить не надо. Нужно просто идти за ним. Я пытался понять, что это такое, так и не понял. В этом моменте возник какой-то бред. Как это? То есть, если я за кем-то иду, то я должен как-то служить этой личности. А так, если я просто иду и не служу, то это какая-то обуза. Представьте, что за вами кто-то идет. По улице. Подозрительно? Молча. Ну, выворачиваешься, он стоит. Что надо? Ничего не надо. Вы дальше это, и он опять идет. Что идешь? Просто иду. Как-то странно, да? Немножко подозрительно, да? То есть, он должен как-то объяснить, зачем он идет. То есть, он должен как-то предложить какие-то свои службы. Может вам сумку помочь перенести, да? Помните, были эти как-то? Активляды? Кто там? Да, то есть, бабушки их боялись немножко. Тут нет? Есть. Есть? Пытается помогать бабушкам. То есть, если я за кем-то иду, то я хочу как-то служить этой личности. То есть, я хочу что-то сделать для этой личности. Если я просто иду, это как-то страшновато. То есть, я пытался понять, так мне ничего и не объяснить. Вот эта концепция того, что личностные отношения, это всегда отношения заботы. Вот это немножко сейчас уходит из религии. То есть, если я рыбки завел, я их не могу просто завести. Я должен их кормить, чистить аквариум. Я помню, рыбки завел, я понял, что я точно не аквариумист. И черепашка от меня ушла с вами голову куда-то, поняв, что я не черепахер. Как там вообще... Да. И пианино меня, судя по всему, не любил об этом. Я кнопки засовывал в эти молоточки. То есть, как только мы что-то получаем, надо об этом заботиться. То есть, если мы купили посуду, нужно ее мыть посуду. То есть, если мы... Чтобы мы... Даже если мы неодухотворенную вещь завели, нужно не заботиться. И в этом случае будет результат. Если я что-то взял и не заботюсь, то большая проблема. Значит, я это эксплуатирую. То есть, вот такая сейчас концепция в религии, что Богу служить надо. Его нужно эксплуатировать. То есть, идти за Ним, а Он выйдет куда нам надо. Понимаете? Очень интересно. Очень интересно. То есть, на этом у нас дело прекратился. Я думаю, я еще его помучил немножко, святого священника. То есть, это великие священники, серьезные люди. Достаточно. Если не переписываюсь. Пытаюсь понять, как это объясняют, в общем-то, другие концепции. Не всегда нахожу ясное объяснение. Поэтому, чем уникальна Бхагавадгита, в общем-то, она достаточно ярко. Достаточно четко все по полочкам раскладывает. Поэтому, Бхагавадгита для интеллектуалов. Для тех, кто идет через интеллект. Не все идут через интеллект. То есть, кому-то достаточно принятие. Знаете? То есть, как рецепт. То есть, один просто следует на рецепт, и все. У него получается. А другой хочет понять свойства каждого продукта. От чего лечат конкретно. То есть, в какое время там принимают, что куда делать, да? То есть, разные бывают повара. То есть, одни только рецептами интересуются, других интересуют свойства продуктов. И те, и другие равны между собой. Ни тот, ни другой, не лучше. Просто у них разные потребности. Значит ли это, что они относятся с недоверием, если они хотят углубить? Нет. Вовсе нет. Просто такие потребности. Просто одни идут путем интеллектуальным. Другие идут, так сказать, путем последователя. То есть, просто делают так же. Это разные, в общем-то, наши потребности. Все не более того. Как одним хочется больше ссорить, другим меньше. Так же одним хочется больше объяснения, другим меньше. Поэтому так мы определяем, какой путь наш. То есть, если меня не устраивает какой-то уровень, объяснения, мне приходится искать более, то есть, путь, который дает больше объяснений на эту тему. Поэтому Бхагавадгид – это интеллектуальный путь, как вы заметили, достаточно такие обширные объяснения. И тут, так сказать, любому интеллектуалу на всю жизнь хватит в этом разбираться. Поэтому лично, то есть, для себя, то есть, я этот путь выбрал, потому что, в общем-то, мой разум требовал полных объяснений. И тут я получил больше даже, чем я хотел. Намного. Поэтому, в общем-то, в этом случае я удовлетворен. То есть, что значит? Значит, что мы должны действовать в этом мире. Мы обязаны действовать. То есть, не просто действовать, а мы обязаны действовать. Так как бездействие, как мы выясняли, тоже может приносить страдания. И нам, и всем окружающим. То есть, если я, например, не умею готовить, это не значит, что я вообще не должен сам есть, и я не должен тогда никого кормить. Нет. Я должен просто приложить усилия, чтобы научиться хотя бы на приемлемом уровне готовить. То есть, хотя бы что-то. Хотя бы гренки пожарить. Не можешь гренки пожарить, хотя бы тостер купить. Тостер это вообще уже для ленивых. То есть, это уже сам не можешь пожариться. То есть, все равно нужно какую-то руку вложить. Чтобы пища была вкусной, должно быть в сердце вложено. Когда слишком механично даже, там рисоварка какая-нибудь, это уже другой рис, чем вы сами сварили. То есть, это уже все. Нужно немножко вложить туда сознание. То есть, вовремя поставить, вовремя залить, вовремя снять. Если вы приложили, то вы туда свое служение вложили. А служение вкусно. Забота вкусна. Поэтому рис сам по себе не вкусный. Вкусно, когда рис с заботой приготовили. Когда кто-то заботился. Вот бабушкины пирожки. Почему они вкуснее, чем все другие пирожки? Потому что бабушка нас любила, она нас заботилась. Она для нас делала пирожки. А купите пирожки. Тут у меня нет пирожков на вокзале. В бургер на вокзале. То есть, если туда не вложено, то есть, общепит. Если сюда не вложена любовь, все, от нее только пустота. Это факт. То есть, я не питаюсь на общепитах, потому что пусто. То есть, вроде бы туда что-то натолкали, но там пусто. Там нет счастья. Не счастья. Потому что вкус в заботе, вкус в любви. Поэтому, так сказать, тут чуть-чуть. То есть, та же самая гренка, но если ее сам поджарил, постарался, чтобы она не пригорела, она вкусная будет. Если она бюн-бюн, то есть, взлетела, вылетела, поймал. То есть, уже это любовь тостера ко мне. То есть, это уже такая любовь робота. То есть, все равно старайтесь. Немного времени потеряете. Немного времени. То есть, на приготовление еды немного времени выходит. Немного времени выходит, но это личное приготовление. Оно, во-первых, нас вас воспитает как заботливых. Потому что, в общем-то, нужно приготовить вкус. А во-вторых, это, в общем-то, насытит того, до кого мы готовим. Поэтому, так сказать, не попадайтесь на технократию. Потому что, сейчас можно все для всего купить. То есть, механизм, который вам спину почешет, можно купить, что хотите. То есть, полная механизация всего. Да, лучше почесать. Но старайтесь. Ну, как на Востоке. То есть, тут, например, просто мы включаем и кондиционер, и все. И меня обдувает ветерок. А на Востоке, хозяин берет веер и тебя омахивает стык, пока ты лишь. И понимаешь, ой, господи. Я так не могу, я так не привык. К нему хочется что-то такого, да не надо. То есть, мы настолько не привыкли заботиться друг о друге. То есть, мы сводим это к механизмам и все. То есть, у нас доводитель двери. Доводитель, то есть, механизм, который сам доводит дверь. Там кто-то за тобой дверь закрывал. Очень интересно. Как помните, однажды один человек из города приехал в деревню. И он увидел, как его дедушка, так сказать, носит воду ведром из озера. Поливает. Так давайте насос куплю. Он говорит, ты, конечно, можешь мне купить насос. Но кто мне купит тогда новое сердце? Так я вкладываю сердце в свой огород, в свои продукты. То есть, я сам хочу это сделать. Я сам хочу. Мне хочется самому, тогда оно будет вкусным. Вы замечали, что там овощи, фрукты имеют разный вкус? И там-то слишком много механизмов, где все поливают, так сказать, какие-то кранчики, где все, там тракторы ездят и еще что-то там. Но он вроде бы красивый на вид, но бумага. Мы это называем туалетной бумагой. У нас много оно там, китайское обычно, там все такое. На потоке. Вроде большое, красивое, еще отшлифованное хорошенько. Целый день там стоит на базаре какой-нибудь человек и он шлифует. Можно в зеркало смотреться. Но вкус нулевой. Вкус нулевой, вот туда ничего не вложено. Но свое оно может быть маленькое, может быть неказистое, не замечали. Но если вот душа вложена, вот туда. Вкус просто космический. Потому что вкус появляется от того, когда мы служим, когда мы заботимся, когда мы, в общем-то, хотим вернуть. Когда мы для кого-то делаем. Если я причем это все для себя делаю, мне тоже будет невкусно. Нет, нужно это не для кого-то делать. Для себя даже бутерброд делать не хочется. Как-то левец, это идти, бутерброд делать. Уже когда голод заставляет, так делаешь. Но когда с кем-то, люди даже водку пить не могут в одиночку. То есть надо с кем-то пить. То есть если уж он пьет один водку, это падший алкоголик вообще. С ним даже алкоголики не разговаривают. Это все. То есть надо с кем-то, надо кому-то, надо третьего позвать с ним, поделиться. Надо кого-то напоить. То есть даже человек не сам пьет, он кого-то напаивает. То есть даже в этом выражается все. То есть потому что счастье в отдаче. Багаладгита в этом говорит, счастье в отдаче. Счастье не в том, что мы что-то берем в этом мире, а счастье, когда мы отдаем что-то в этом мире. Но это должно быть разумно. То есть это не глупая отдача, что я все отдал и от этого все такие беспокойства получили. Представьте, что муж вышел на улицу, пожалел какую-то женщину и ей шубу купил. У жены появится много философских вопросов, поэтому не поняла. Поэтому есть разум, то есть есть практичность, есть понимание уровня забот, то есть как, о ком позаботиться. В общем-то есть обязанности, все это надо понимать. То есть это не тупость. Нет, нужно быть разумным, чтобы все были довольны. А не только тот, о ком я позаботился. Ты каком-то днем позаботился, а все остальные недоволен. Это подозрительная такая забота. Забота это сложная вещь, но забота это проявление разума. Поэтому как только я начинаю заботиться, что вы замечали? Я сталкиваюсь с неблагодарностью. Замечали? Что делаешь для людей добро, а они этим не отвечают. Знаете почему? Потому что мы корыстно действуем. Потому что мы не действуем именно на основе духовности. Потому что я чего-то ожидаю. Хотя бы чтобы меня похвалили. Или чтобы обо мне хорошо высказывались. Чтобы хоть что-то получить от этого. Я как бы пытаюсь на этом бизнес делать. И поэтому люди добрые, они все это понимают и ничем не отвечают. То есть я не могу сделать бизнес на доброте. На доброте бизнес не делается. Поэтому никто не отвечает. И я что делаю? И я прекращаю делать доброт. Вот об этом мы сегодня поговорим. То есть это суть нашей лекции. Как сегодня действовать. То есть мы должны действовать. Потому что бездействовать тоже не получится. Нужно как-то понять. То есть без деятельности от деятельности не уйдешь. Не уйдешь. Необходимо научиться действовать на более высоком уровне, на духовном уровне. И вот это искусство описывается в боговадгите, искусство деятельности. В которой говорится, что действовать надо. Но с пониманием, что плоды этой деятельности нам не принадлежат. Обычно на этом месте слушатели подпрыгивают на своих стульях. Так как это не просто новое понимание мира. Это революционная идея. Революционная идея для человека. Которого с самого раннего детства приучали действовать ради окончательного результата. Кто будет делать что-то в этом мире, если ему не западят или хотя бы не похвалят? Мы привыкли получать вознаграждение за свои действия. В той или иной форме. И не представляем, что можно действовать по какой-то другой системе. Поэтому современные психологи советуют всех хвалить. А то эти люди станут твоими врагами. Они говорят, всех хвали, а то они станут твоими врагами. Потому что люди должны что-то от тебя получать. Если ты им не будешь отдавать, то все. Поэтому раз ты им не можешь дать денег, то хотя бы хвали своими. Это, конечно, не решение проблем. Это такой, знаете, Библия Корнеги. То есть через хитрость как-то попробовать решить. Не решишь через хитрость проблемы этого. То есть, к сожалению, нас приучили, что нам нужен результат какой-то. И нам нужен не просто финансовый результат или какая-то другая форма наслаждения, типа благодарность или уважение. Нам также нужен результат философский. Тут все более тонко спрятано. Мы хотим почувствовать себя творцом. Творцом. Мы хотим себя почувствовать венцом творения. Мы хотим себя почувствовать повелителем материи. Повелителем мира. И ради этого мы не прочь повернуть реки в пять. Горы превратить в равнины. Мы хотим почувствовать себя богами, чтобы все восхищались нашей способностью творить. Мы хотим получать самую высшую оценку за свое творение. Именно такое настроение делает меня рабом результата. То есть, я делаю что-то и я жду, что все похвалят. Если эти люди воспитаны на Библии Корнеге, они так и сделают. Скажут, о, как вы здорово все сделали. Какая красивая картина у вас. Какая шторка замечательная. То есть, их так научили. Что если так не скажешь, то что этот человек мне с ним думает? Он говорит, ах ты гад. Ты не похвалил. Ты меня не любишь. Ты меня не ценишь. Ты вообще сюда пришел, будешь я тебя не позову ко мне никогда. Так? Так. Потому что я жду, что меня богом назовут. Что ничего себе, что я сделал. И мы с самого детства так воспитываем. Нас так воспитали, мы рисовали какую-то фигу. А нам родители говорили, молодец. Очень красиво. И мы на этом воспитаны. То есть, из нас делали сразу, так сказать, богов. Мы сразу себя чувствовали богами. А в результате мы стали несчастными. Потому что мы ждем, что так и будут нас считать дальше богами. А есть проблема, другие тоже себя богами считают. Тут некоторая вот проблема. Оказалось, что бог не один. Оказалось, что другие тоже боги. Что я в мире богов живу. То есть, мы ушли от бога, но попали в мир богов. Вот в чем смех ситуации. То есть, мы от одного бога ушли, а попали бы в мир миллиардов богов. Понимаете? Даже муха себе богом считает. Она считает, что... А что имеет право у нас на носу сидеть. Она идёт сидеть. Да. Или что это её еда. То есть, там, ёжик считает, что это его яблоко. И попробуйте ему докажите. Он будет делать это. Да? Они будут все шипеть. Все шипят. Все животные шипят. Сразу можно понять. То есть, не мешай мне быть богом. И так же люди нашипят. То есть, так можно слышать, что про кого-то, когда плохо говорят, то слов не слышно, а слышно нашипение. И сразу понятно, про кого там шипят. Слышали? Где-то сзади там. А вот она. И понятно, что там про меня шипят. Поэтому, так сказать, если вы на природе гуляетесь, и если вы слышите нашипение, лучше сразу отпрыгивать. Потому что потом укусят. Знаете, да? Поэтому лучше не проверяйте, кто там шипит. Лучше сразу отпрыгивайте. Потому что дальше последует укус. Так же, когда люди начали нашипеть, тоже знаете, это не к добру. Лучше сразу идти и хвалить. Разбираться, чего они шипят. Наши какие-то корни древние вылезают. То есть, не зря был там змеи-искуситель. Шипение, оно, в общем-то, до сих пор как-то вот такое неправильное отношение. А к миру проявляет. То есть, мы хотим философский результат какой-то получить. И вот именно такое настроение делает меня рабом. То есть, я становлюсь рабом результат. Я мучаюсь от этого. Поэтому мудрецы говорят, действуй практично, но не пытайся наслаждаться результатом своей деятельности. Действуй практично, но не пытайся наслаждаться результатом. Будешь мучиться. Будешь мучиться. То есть, наше тело в основном, вот это вот обусловленное тело, оно либо готово действовать за результат, либо вообще хочет отказаться от деятельности. Тогда я ничего не буду делать. То есть, мы обижаемся. То есть, что такое обида? это когда я не получаю результат. Или что такое гнев? То есть гнев это когда мне пришло то, на что я рассчитывал. Вот это гнев появляется. Почему? Люди спрашивают, как справиться с гневом? Да с гневом никак не справишься, это просто последствия. Просто ты на что-то рассчитывал, и это не получил, и ты не готов принять. То есть ты не готов к любому результату. Ты был готов только к хорошему результату. А пришел любой. И поэтому ты в гневе. А гнев на кого срывает? На ближних. Потому что гнев это внутреннее чувство, поэтому его можно только на ближних срывать, только на ближних. До дальних не долетит. То есть от дальних может и вернуться и туда кинешь. У меня был один товарищ, я когда к нему приехал, я ему сказал, ну как у него дом такой прекрасный, красивый, еще что-то. Я говорю, ну как живешь? Он говорит, все хорошо, сад хороший, дом хороший. Есть одна проблема. Соседи все время мне мусор бросают через залог. А ты что делаешь? Выкидываешь его в мусорное ведро? Говорит, нет, я им обратно его перебрасываю. Я говорю, и сколько лет? Он говорит, может так три года перебрасываемся. Они мне ночью, а я и другим ночью. Может все-таки ты начнешь в мусор это все выбрасывать? Пусть, какая разница? Ну послужи соседям. Выбрасывай. Нет, это же они начали. Нет, я им больше перебрасываю. Вот так мы и живем. Мы просто несчастные. Вот это портит все. У него дом прекрасный, сад, все замечательно. Но то, что он не может послужить соседям, все делает его жизнь адом. Он с ними борется. То есть они причем тайно борются, они не здороваются. То есть они боятся. Он ходит по своему саду и он туда не смотрит на тот забор, что там происходит. За тем забором, представьте. Он не может туда же повернуться. Повернуться. А там что, а мне всегда? Да. Даже повернуться-то не может. То есть мы становимся несчастными сами, потому что не хотим служить. Мы привязаны к результату. То есть это мое. Это мое. И все должны быть мной довольны. Все. Если кто-то недоволен, то это не хороший человек, правильно? Это нормальный человек. С этим мы сейчас разберемся. Поэтому действуй практично, но не пытайся наслаждаться результатом своей деятельности. Иначе будешь страдать. Будешь страдать. Поэтому Вед рекомендует продолжать действовать. Несмотря ни на что. Что бы ни происходило. Продолжать действовать. Не привязываясь к тому, много я получу за свою активность или мало. Должен продолжать свою деятельность. То есть если мы едем, то мы встали в пробку. Что надо? Хом на дверьми и уйти. К сожалению, надо просто продолжать ездить. Да, то есть человек может себе купить машину, там 350 каких-нибудь верблюжьих сил. И да, она может рычать. Сейчас люди любят, чтобы машины рычали, там еще что-то. Чтобы она была обтекаемая. И он в своей обтекаемой машине, то есть стоит в этой пробке, едет со скоростью 3 км в час. И если его психика не здорова, то он просто с ума сойдет. Просто с ума сойдет. Поэтому такие иногда нехорошие вещи происходят. Но водители выскакивают, начинают жураться там, бить друг другу окна. Такое сумасшествие происходит. Это сейчас, в общем-то, активная проблема. То есть в больших городах перед психологами поставили задачу решить проблему вот этих неожиданных психов в пробках. Потому что пробок много. То есть города просто стоят и люди психуют, убивают. Просто убивают. Реально. То есть могут выстрелить там форточку. Просто от психа он стоит и не может ехать. А не выйдешь, машину не бросишь. Он просто психует. Почему? Потому что он купил спортивную машину, чтобы скорость почувствовать. Но, к сожалению, мир таков, что наши мечты не так-то просто освестить. Поэтому вот он стоит. И она сжигает там в десять раз больше бензина. А то окна левое. И все. Он просто сходит с ума. Нет. Мы должны просто продолжать. Просто продолжать действовать. В этом и деле. А иначе мы просто сойдем с ума. Поэтому это не просто слова. Это такой великий взлом сознания методом Бхагавадгита. И это не просто философия объясняется в Бхагавадгите. Это секрет освобождения. Секрет освобождения. То есть для того, чтобы стать свободным, надо научиться действовать вне зависимости от того, какие воды приходят. Вне зависимости. Такая деятельность называется бескорыстной. Это и есть бескорыстие. То, что мы сейчас разбираем, это и есть бескорыстие. То есть настоящий врач лечит даже безнадежного больного. Он не говорит, что все. До свидания. Он продолжает лечить. Хотя понимает, что бесполезно. Но он продолжает лечить. Но это уходит. Поэтому придумали эвтаназию и еще что-то. Уходит понимание, что я должен действовать, в общем-то, несмотря на какой результат. Потому что все в руках Бога. Все в руках Бога. Не в моих все руках. Я должен продолжать действовать. Настоящий учитель учит даже безнадежного ученика. Меня учили. Я помню свою учительницу математики. То есть я абсолютно не математик. То есть мне цифр плохо становится в принципе. Да, просто неплохо цифр. Я другой. То есть мне другое нравится. А цифр мне просто плохо. Мне легче кого-то попросить посчитать, чем своему считать. Мне это не нравится. Но он мучился со мной, этот бедный математик. Даже как-то там на четверку меня выкинул. Мне это не нравится. Он должен, если это настоящий учитель, он должен это делать. То есть он должен продолжать. Настоящие родители продолжают воспитывать даже безнадежного хулигана. Он уже с детства начал там консервные банки кошкам привязывать за хвост. Ну что делать? Что с ним делать? Перестать воспитывать, выходить на улицу. Настоящий семьянин остается верным своей семье, даже если его уже не любят в его семье. Он все равно остается верным. Это называется еще богородство. Бескорыстный человек – это богородный человек. Богородный человек – это бескорыстный человек. И бескорыстие, как мы выяснили, это не бесплатное. Бескорыстие – это готовность принять любой результат, какой бы ни пришел. Я готов к этому? Если значит, что я тупой. Нет, но я готов к тому, что придет любой результат. Я готов буду дальше продолжать. Как я помню, у меня там на соседней парте сидела со мной в школе девочка. Ее тянули на пятерку. И девочка была хорошая, вроде все было нормально. Но когда эта девочка получила какую-то тройку за что-то, за какую-то физкультуру, знаете, и она поняла, что ей не светит золотая медаль, эта девочка превратилась в какой-то ужас. То есть она полностью изменилась. Она из отличницы, она превратилась в какой-то ужас. То есть она поняла, что все эти годы, то есть ей точно не дадут этот золотой медаль или что-то. Или мне понравилась эта история здесь, да, я читал эту домохозяйку-певицу, которая все на это первое место рассчитывала, да. И когда она все-таки получила второе, а из нее все вывезла. То есть она сначала всех обматерила, по чем свет стоит. Потом она все разломала, все что было. Потом она попала с сердечным приступом в больницу. То есть она просто не получила первое место. Сомните, какая-то она была? Да, то есть это ситуация. То есть вот, все на нее молились, такая прямо, ой, поет, все. Но когда она не получила то, что хотела, все вот это вот вылезло из сердца, и все тут же разочаровались, сказали, и так и надо ей все это сказать. То есть Бог знает, то есть Бог видит сердце. Поэтому, то есть как бы ты внешне не выглядел, Бог на сердце сможет. Бог на сердце, поэтому хоть ты как там бой, в общем-то, я тоже сегодня буду петь. То есть не важно. Будем петь и плясать. То есть главное, что в сердце. Главное, что в сердце. И если человек не на любой результат рассчитывает, если он не готов дальше продолжать, чтобы не было, он будет дико страдать. С ума сойдет, когда не получит то, что хочет. С ума сойдет. Из него вылезет все. Он вывернется наизнанку, и все убьют его сердце. Никого не обманешь. И, то есть как мы выяснили, да, про бескорыстие. Поэтому бескорыстный человек становится ответственным. Ответственность мы уже разбирали. Я не буду сегодня говорить. Поэтому и бескорыстный человек, и ответственный человек готов к тому, в общем-то, что его деятельность может привести к самым неожиданным результатам. К самым печальным результатам. И он никого не будет в этом обвинять. Никого. И результат, только ради того, чтобы нам доказать истинность этого закона, будет приходить разный. Мир добрый. Поэтому то, что я говорю, это доказуемо. Как бы мы на что не рассчитывали, результат может прийти любой. Какой бы мы хороший план не строили, пока мы не начнем его осуществлять. Знаете, у меня был отец-строитель. И он меня вот такой учил строительной мудрости. Он мне говорил, что за какое бы время ты не рассчитывал построить дом, ты будешь строить его в 2 раза дольше. И какую бы смету ты не составил, ты в 2 раза больше денег пократишь. Сталкивались? Мне вот мой отец-строитель рассказывает. Поэтому сразу, когда хочешь что-то строить, а сроки умножай на 2, а когда деньги планируешь тратить на строительство, сразу в 2 раза больше откроют. Это поколение такое было. Нет, это и сейчас. Это просто те, кто мало строит, они не сталкиваются. Те, кто строит, сразу появляется долгострой. Цены поднимаются, пока начал строить, пока строишь. И все в 2 раза больше выходит. Это там, где просто быстренько сарай построили. А когда действительно большие проекты, столько всего на замороженного, столько строить замороженных, столько всего, столько людей, которые вложились, так сказать. Даже мы, когда купили себе первую новостройку в Москве, ее должны были сдать через полгода. Уже 3 года прошло. Я все на нее хожу, смотрю. А через год я вспомнил этот закон и теперь живу спокойно. Она причем стоит уже сданная, все нормально, но жить не надо. Просто рад там. Этот подрядчик не договорился с горводоканалом по поставке воды, а у горводоканала нет мощностей, чтобы этот дом подключить и все. Дом стоит, а воды нет. Живи не хочу, а жить нельзя. То есть да. Поэтому вот тут все время. То есть как бы мы что ни рассчитывали, то результат, к сожалению, другой. Есть такие опытные люди, они знают, что лучше сразу сказать все. Запас некоторый давать в своих планах. Иначе будет некоторая проблема. Поэтому мудрецы предупреждают, что человек в любом случае рано или поздно разочаруется, если ожидает только позитивный результат. Только то, на что он рассчитывал. Любой человек рано или поздно разочаруется. И разочаровавшись от негативных результатов, человек пытается, как мы выяснили, вообще отойти от деятельности. То есть уйти в монастырь, уехать жить в деревню или там назвать это модным там дауншифтингом, я не знаю. Есть такое явление? Когда люди, так сказать, гордо заявляют, что мне это ничего не надо. Поэтому я буду, ну в принципе, жить в маленьком домике, работать на маленьком доме, в предприятии. Лишь бы мне быть ближе к моей семье и ничем, так сказать. Есть такое явление. Очень модное в Москве, там еще где-то, в больших городах. То есть человек как бы он публично, то есть отказывается от всего, что у него было, так сказать, ради якобы более близких отношений со своими друзьями, родными и близкими. Но так как он всю жизнь к этому не готовился, то они просто сводят другу с ума примерно за месяц. И он опять возвращается к своей предыдущей деятельности, но уже там потеряв клиентов и еще что-то. Поэтому не ловитесь на эти модные явления. Но мудрецы не считают этой альтернативой. Бездеятельность не просто невозможна, она еще и греховна, мы выясняли. То есть если я не покормлю своего ребенка, это не отречение никакое. Это самое что ни на есть грех, поэтому это мои обязанности. Да и бездействовать в принципе невозможно, то есть так как бездействовать, чтобы бездействовать, надо дико трудиться. Чтобы ничего не делать, надо еще больше трудиться. То есть бездеятельность еще больше труд. Просто попробуйте там лежать в постели долго. С ума сойдешь, то есть, ворочаться туда-сюда. Очень трудно бездействовать. Сколько надо прилагать усилий, чтобы просто продолжать лежать. То есть что мы делаем все время сейчас? Ворочимся, заметили? Кажется, все вы сидите спокойно два часа. Нет, что мы делаем? Мы все время ворочимся туда-сюда. Почему? Невозможно бездействовать. Невозможно бездействовать. Нужно огромные усилия прилагать, как тут стоят все люди, которые наряжаются в хирурную куклу. И им деньги за это платят. Просто стоит и не двигается. Какая-нибудь кукла стоит, и кукла изображается. Ему за это деньги платят. Потому что это трудно. Стоять и не двигаться. Нужно с ума сойти. Нет, бездейственность, от бездейственности человека зачастую встает больше, чем от тяжелого труда. Больше, чем от труда. Поэтому в богородите открывается секрет человеческого счастья. Простой секрет. Для того, чтобы душа стала счастливой в этом мире, она не должна считать, что в этом мире все зависит только от нее одной. Чтобы мы стали счастливыми, мы не должны считать, что все только от нас зависит. Мы не должны так считать. Когда мы так думаем, мы попадаем в иллюзию и начинаем страдать. Именно это делает нас несчастными, что все зависит только от меня. Нет. Если все зависит только от меня, а я хороший по определению, и мои планы хорошие. Значит, в том, что у меня ничего не получается, виноваты какие-то враги. Правильно? И этих врагов надо найти и обезвредить. Правильно? У меня же хороший план. Мы же только хорошие планы строим. Мы же хорошие люди. Правильно? Кто плохую руку поднимет? Мы все хорошие. И наши планы хорошие, добрейшие планы. Правильно? Продуманные добрейшие планы. Но они не получаются. Значит, есть враг. Его нужно найти и уничтожить, найти и обезвредить. И так как ближние всегда больше всех рядом с нами находятся, ну, как правило, мы их определяем как врагов. То есть сначала ближних уничтожаем, потом дальше идем уничтожать. Так потихоньку все становятся врагами, и мы превращаемся в таких цинников. Цинник с автоматом в руке, который все готовы расстрелять. Такие люди встречаются. И так постепенно весь мир становится моим врагом. А я превращаюсь в единственно хорошего человека. Все дураки. Я один хороший. Человек к этому приходит, не видел таких людей. Реально. Которых все считал дураками. Все дураки. Все дураки. Вот мне бы дали право по руководить, я бы все сделал бы. Помните, мы эту историю разбирали у садовники, которые, ради того, чтобы спасить свою капусту, он убил корову, да? Разбирали? Нет? Не рассказывал? Точно не рассказывал? Был один садовник. И он так серьезно заботился о своем саде. То есть это все так было трудно. Он привозил из-за рубежа разные необыкновенные растения. Какие-нибудь необычные. И так это все трудно всегда. Просто привезти откуда-то что-то трудно. Прямо на границе арестуют. Очень трудно что-то перевозить. Оно все умирает по дороге. Тем более раньше. Чаще как-то на самолете что-то может какие-то семечки перевезти. Раньше точно ничего не было. И он так все это по крупицам и собирал, все эти диковинные фрукты, овощи все собирал. Ухаживал, не дышал на все эти растения. У него была гряд какой-то. Супер капусты необычные. То есть каждый листок этой капусты был своего цвета. И он ей очень гордился. То есть все соседи, когда мимо проходили, они прямо с завистью, с ума сходили от зависти обычно. Каждый чем-то так перед соседями. Какой-то кустик у него есть такой показательный для соседей. Чтобы они знали, что мы тоже, да? Как у нас говорят, не шиком лыты. То есть есть такая непосредственная гордость. И однажды он зашел на свою грядку рано утром и увидел ужас. То есть по грядке идет корова. Несмотря на то, что корова священное животное, это тупое животное. Поэтому оно идет. И она не просто что-то ест, оно именно покусывает. По чуть-чуть откусывает от всего. И она шла и по половинке каждого нукачина откусывала. И уже доедала эту грядку. И его настолько этот ужас обуял, то есть то, что его грядку просто... Причем ее не просто съели, знаете, а вот именно надругались над грядкой. Что он схватил камень и бросил в нее, чтобы она ушла. Корову ни к каким словам не отгонишь, то есть ее надо хлопать. Когда хлопаешь, то она поднимает. Ну он кинул камень, так сказать, чтобы быстрее. И так неудачно кинул, что попал ей в голову и убил. Корову умерла, он понял, что все, карма. В общем-то будут проблемы. Проблемы, но как-то жил, в общем-то жизнь дожил. Карма уже не сразу приходит иногда. В общем-то он уже жил, уже выжил. Но пришел момент смерти. И к нему пришли ямадуты из ада. Посланники из ада ямадуты. Говорят ему, ну все, пора. Говорят, за что? Говорят, как за что, за корову? Пошли. Но он был умный. То есть он готовился к этому моменту. Он читал книжки, Бхагавадгита изучал. Надо же как-то приготовиться, да, сказать, к последнему слову. Он стал готовиться, и он стал ссылаться на цитаты из трактатов, о том, что это не он виноват, что это другой виноват. Что он хотел как лучше. Что это не жизнь такая, а мы такие. Что это гунна материальной природы так действует. Меня жизнь заставила, а я сам чистый, хороший человек. Что я не хотел, я не хотел ей в голову попасть вообще. Я хотел ей в хвост попасть. Что это вообще не я виноват. Меня ситуация заставила так действовать. Поэтому наказывайте ситуацию. Ну камень накажи там. Ну руку в конце концов. Но я то, я то хотел как лучше. Я как лучше хотел. То есть там много доводов приводить. И Ямаруты, то есть они не поняли всех этих доводов. Мы вернулись обратно. И судье, главному судье Ямарату сказали. Какой-то умник попался вообще. Мы уже не понимаем, что он там умничает. И что говорит. Мы не знаем трактаты хорошо. Он там явно что-то начитался. Но какие-то правильные вещи говорит в принципе. Мы такие, жизнь такая. Мы хотели как лучше получилось, как всегда. Может действительно как-то что-то. И царь, в общем-то главный судья. Ямарат, царь подземного мира. Он понял, надо идти самому. То есть сам хорошо не сделаешь, никто хорошо не сделает. Пошел сам разбираться и он переоделся, перевоплотился в соседа. Катостой я, который проходил мимо этого огорода. И он проходил. Обычно соседи они останавливаются и спрашивают «А это что? Это как называется? А это что за ерунда? Это можно есть? Ой, извините, не будут." И он тоже так истается и стал спрашивать «Это твой сад, это мой сад, сам его посадив., это твои яблони. Мои яблони, сам вырастив. сам вырасту. Это твоя картошка, моя картошка, сам вырасту, сам вырасту. Твои цветы, мои цветы, сам вырасту, сам вырасту. Твоя картошка, моя картошка, сам вырасту, сам вырасту. А корову кто угодит? То есть, когда речь идет о чем-то хорошем, мы сразу соглашаемся, что это мы сами сделали, даже вариантов нет. Когда речь идет о каком-то нашем неправильном поступке, все, это жизнь такая, это не мы такие, мы вообще ни при чем, это вообще я не хотел, сама рука поднялась и кинула камень, камень сам полетел не туда, я не хотел, коровник этот, садовник понял, что попался, то есть мы всегда себе приписываем все почести, когда у нас что-то получается, если девают люди не так, как надо, виноват кто угодно, только не я, это значит, что я привязан к результату, а значит считаю себя Богом, то есть если я рассчитываю только на хороший результат, я себя считаю Богом, а нас я буду постоянно страдать, поэтому мудрецы говорят, что когда человек привязан к плодам своего труда, он получает карму во всей ее красе, он будет очень серьезно страдать, потому что он считает себя Богом, он думает, что его план божественный, да, то есть если мой план божественный, то я кто, я Бог, я считаю мой план божественный, потому что он хороший план, это план, чтобы все были счастливы, особенно я, правильно, но он не осуществляет, значит мне Богу кто-то мешает, вот от этой материальной философии появилась концепция дьявола, нет никого против никого Бога, это мы ищем оправдание своим плохим, что не я, а черпки меня там заставили, то есть кто-то меня сбивает с пути истины, дьявол меня искушает, нет, это я себе позволяю вольность, никто меня не искушает, никого-то не нужен, поэтому я придумываю у кого-то пострашнее, что это вот я хороший, но вот не могу противостоять какой-то великой силе внешнего врага, это материальная философия, и она не дает возможности быстро развиваться, если я думаю, что зло равнозначно добру, то я уравниваю зло с добро, это не так, это наше оправдание, поэтому для тех, кто хочет оправдываться, даются такие философии, очень болезненные вещи, на самом деле, то есть не я такой, жизнь такая, он по наобижали кипи искусителя, помните, не виноватая я, он сам пришел, или того же деточки, надо же как-то о детях заботиться, вот он ворует машину, а детях заботиться, нет, поэтому единственный правильный способ жить в этом мире, говорится в Бхагавадгите, это понимать, что не все зависит от меня, не все зависит от меня, поэтому я не должен гордиться результатами своего труда, я не должен ими гордиться, я должен помнить, что окончательной причиной того, что происходит является Тайва, или судьба, судьба, она является окончательной причиной, то есть без воли Господа Треника не швыркнется, мы знаем, да, наши усилия тоже есть, конечно, но это не окончательная усилия, не окончательная, это только часть того, что происходит, но есть все вокруг, есть воля Бога и судьба. Посмотрите, как человек, который ведет здоровый образ жизни, он думает, что его здоровье защищено, но, к сожалению, есть область медицины, которая называется травматология, это очень грустная область медицины, это кармическая область медицины, то есть вроде бы правильно жил, все правильно ел в суках, делал, как говорили, а почему тогда есть травматология? Потому что есть судьба, потому что пришло время, чтобы пир пищу полно ногу, пир пищу полно ногу, то есть ничего не сделаешь, то есть какой бы ты хороший наводитель ни был, но сбоку в любой момент может приехать какой-нибудь пьяный товарищ, как бы ты правильно машину не водил, если думаешь, что ты не защищен, нет, не защищен, то есть есть всегда судьба, поэтому и абсолютно здоровый человек может за секунду потерять свое здоровье, а абсолютно больной человек может жить себе всю жизнь и жить, и хоть бы что, и болеть себе потихоньку, и всех переживет, и всю свою жизнь в очередях к врачу проведет, и никто даже на ней поймет, чем он болеет, и он всех переживет, не бесполезно, а кто-то же уже в один раз чекнул и понял, что делать, потому что есть судьба, не все в наших руках, не все, и когда мы слишком полагаемся на свои усилия, что сейчас буду это делать или то, делать или то, и это изменит мою судьбу, нет, судьбу не изменит, потому что я рассчитываю на свой результат, я Богом себя пытаюсь, я думаю, что я могу судьбу изменить, нет, то есть судьба это план Бога, я пытаюсь ее изменить, но я не Бог, поэтому я буду просто страдать, потому что я столько усилий приложу, а результат все равно другой, поэтому если я не готов принять свою судьбу, я буду постоянно недоволен тем, как протекает моя жизнь, это есть депрессия, то есть я не принимаю судьбу, не принимаю судьбу, я с ней борюсь, я с Богом борюсь, я с Богом борюсь, не принимаю судьбу, да, судьба главная в моей жизни, поэтому если я считаю только себя, причина результата, если я привязан к этому результату, то я просто-напросто забыл о Боге и о судьбе, я просто забыл, то есть превратился в атеиста, и особенно ярко это проявляется, когда я получаю хорошие результаты, то есть с негативными все немножко сложнее, но с одной стороны я пытаюсь свалить все на других, если приходят плохие результаты, а с другой стороны я даже начинаю молиться, очень интересный такой результат, то есть вот когда плохо, то мы вроде бы сначала всех обвиняем, но потом молимся, то есть вроде как-то что-то появляется. Но когда кризис заканчивается, я опять возвращаюсь к своим привязанностям, думаю, все, жизнь налаживается, выкарабкались, мы победили, ты победитель, есть такая философия победителя, ты должен победить все. Как же все могут победить? Я никак не могу это понять. Как это все могут победить? Нет, нужно быть счастливым, побежденным. Помните, раньше нас учили? Дело не в победе, дело в участии. Помните, вот я как сейчас помню, я занимался спортом все детство. Да, я бегал на 100 метров и занимал первые места. Сейчас, конечно, не поверишь, но я занимался мягкой лет. Бегаю очень хорошо. Сейчас я просто на самолете летаю, то есть оно получилось быстрее на самолете. Бег бы мне не помог. И вообще, это немножко бешеное, конечно, такое занятие. И мне нравилось, потому что была эта идея, был такой дух хороший, то есть денег никому не платили, давали медали ржавые, то есть помните, кубки там ржавые, то есть такие подозрительно очень кривые все там грамоты. То есть нет вообще никакой пользы от этого, именно финансовой, никакой пользы не было. И мне нравилось, я занимался спортом. Но когда пошли деньги, все, я сразу ушел. То есть вот как только появились призы денежные за первые места, за то, за все, такая сразу атмосфера началась негативной. Все, все. То есть когда тренер стал получать часть, деньги от победы. Все, тут же стали продвигать, так сказать, более перспективных, менее сразу стали выглядеть. Такая каша началась политическая. Все, тут же все пропало. Тут же все пропало. Все это тут же исчезло. Но, к сожалению, этот дух, его все равно так развивают все равно, что ты должен у всех победить, то есть быть на гребне. Но как видеть на гребне, когда все туда идут? Поэтому ты должен быть счастливым, не будучи первым. Вот чего ты. Это называется смирение. Мне все равно, кто я, первый или последний. И там, и там я могу служить другим. Я становлюсь счастливым от счастья. И там, и там я могу служить другим. И там, и там я могу быть счастливым. Потому что мое счастье внутри меня. Мое счастье не в моей победе, мое счастье в желании служить другим, Желание заботиться другим, желание жить по законам Бога Это можно делать в любой ситуации Хоть на самом верху, хоть на самом левом Иначе я буду просто страдать Просто мучиться Одним словом, если я материалист То даже молясь я буду помнить только о себе Только о себе Господи, да когда же ты мне разреши стать Богом? Почему же ты мне не даешь стать Богом? То есть молить вы Богу Да когда же ты от меня отстанешь? Отстанет меня со своей кармой Дай мне спокойно пожить Но человек знает Верующий человек знает Что два основных правила О духовной жизни для счастья Никто не мешает совершать Помните, первое правило всегда помните Второе правило никогда его не забывать Никто не может помешать Следовать этим двум правилам Никакая внешняя ситуация Не может помешать Помните, как это Один старичок Совсем обедневый решил написать письмо Богу Был простой, как пишут там в Санта-Клаусе Деду Мороку Он решил написать письмо Богу Был простой И он пишет, значит, что Господи Прошу тебя, помоги мне Приши мне, пожалуйста, 100 рублей Чтобы я хотя бы хлебушка мог себе купить Это совсем ничего не осталось И на конверте в поле Кому То есть он написал на небо, Господу Богу Это было в те времена еще Коммунистические Это был простой такой дедушка Я еще с тех времен не образовал Я жил в деревне А обратный адрес свой правильно писал Ну что, плохо, не ошибся Чтобы он не перепутался И пришло это письмо на почту Там, конечно же, почтальон сразу Это в КГБ отнес В органы Богу не забыл писать На голове И через пару дней его вызвали Куда надо Не к Богу На допросы и стали Говори, да как же ты мог То есть в наше время, когда космические корабли браздят просторы Как это, в нашей Вселенной Да так это звучало? Да, да Ты Богу письма пишешь? Да ты что позоришь советскую уважь? Да что ты делаешь? Старичок мочал, но что он может сказать? То есть я не в курсе Кто-то молод, чтобы раздеться Я не знаю Он сказали, так вот, чтобы доказать Вот мы тебе даем 50 рублей И запомни, кто тебе их дал Понял? Вот все, бери иди отсюда Больше Богу не пиши, помни, Бога нет Старичок пришел домой Через несколько дней в органы пришло другое письмо Опять им передали письмо Опять вон написано Господу Богу Тот же самый обратный адрес И они прочитали Господи, благодарю тебя от всего сердца За то, что ты мне передал эти 50 рублей Но, пожалуйста, в следующий раз Когда будешь мне деньги передавать Не передавай через этих людей А то они половину себе забрали Вот это духовное видение Вот это духовное видение Он все понимает И он заботится об этих людях Чтобы они не страдали Поэтому Багавадгита подводит нас к заключению Что человек должен выполнять свои обязанности Но не пытаться наслаждаться плодами своего труда То есть необходимо действовать для Бога Значит бескорыстно А не только для удовлетворения своих чувств То есть когда я привязан к плодам своего труда Я даю им право мучить меня изо всех сил Они мучают меня Я просто становлюсь рабом результат Еще дед Пхишна в Махабхарате Сказал, что деньги никому не служат в этом мире Но весь этот мир служит деньгам Служат им Поэтому мудрецы говорят Что не счастье это постоянно думать о себе А счастье это постоянно думать о Боге О том, как служить Богу и Его детям И для того, чтобы избавиться от привязанности к результату Надо привязаться к словам Бога, к Его имени Ко всему, что связано с Богом К духовному Чтобы избавиться от этой корысти Нужно привязаться к бескорыстию, к духовности Я должен помнить, что у меня есть вечное отношение с Богом И через эти вечные отношения с Богом Я связан со всеми другими живыми существами Потому что они Его дети Поэтому, если я люблю Бога То я люблю и всех других живых существ Потому что я также люблю Его детей Но если я люблю только кого-то одного из этих живых существ То я с остальными вынужден бороться Чтобы защищать эту мою привязанность А остальные все мои враги Поэтому, если говорят, что человек семьянин То зачастую это враг всего мира Потому что он защищает свою семью от всего мира Он со всеми борется Не так-то просто любить Это целая наука любить Нужно понять, что мы через Бога любим всех Если я только кого-то люблю, то я с остальными борюсь Я в какой-то просто партии уступаю Партии одних или партии других Нужно со всеми остальными бороться Поэтому знание в ведах определяется Как способность в каждом видеть душу И сверхдушу Бога Вот это знание, когда я в каждом живом существе Вижу вечную душу И вижу рядом с этой вечной душой сверхдушу Самого Бога И это понимание в чем выражается? Что я благодарен всем Благодарен всем Но сам не принимаю благодарности Понимая, что все мои достижения Это просто милость Господа Просто милость Господа и моего Учителя Сами к этому не имеют большого отношения Это просто милость Господа и моего Учителя Как только я приму благодарность Эта благодарность замучит меня до смерти Как только я радуюсь, вот хороший результат получился, хвалите меня, хвалите, вот оно, я на коне, вот этот результат замучает меня до смерти, он меня замучает, сделав меня гордым, самовлюбленным, несчастным, недовольным. То есть мы рождены не для того, чтобы все себе забрать, мы рождены, чтобы все отдать, просто это нужно сделать разумно, это нужно сделать научно, нам все равно это придется сделать. Мы ничего в сумочке отсюда не унесем, нам все равно все придется раздать, но это нужно сделать так, чтобы все испытали духовную радость, духовную пользу от этой моей раздачи. Чтобы действительно было правильно, красиво, научно, богородно, духовно. Это не так просто, как кажется, поэтому необходимо принять духовного учителя, который своей жизнью и своими наставлениями поможет нам понять, что такое истинная самоотдача в служении Богу и его детям. Как это делать? Это необычная наука, необычная наука. Она, в общем-то, является революционной для современной экономики, что вся экономика построена по методам особирания и увеличения. А мы начинаем с того, что ничего тут не соберешь, что все надо правильно раздать. В любом случае, моим тут ничего не будет. Как люди, знаете, на какой-нибудь памятник приезжают или в какую-нибудь известную, и свое имя на ней пишут. Или еще интереснее, но фотографируются на фоне чего-нибудь, чтобы как-то приобщиться на фоне Эйфелевой башни. У каждого в альбоме должна быть фотография на фоне Эйфелевой башни. Все. То есть, я приобщился. Я приобщился. Нет, все придется отдать. И Эйфелевой башню отдать, и фотография эта никому не будет нужна, и все это просто. Будет сначала в коробке лежать на чердаке, потом эту коробку случайно выкинуть при переезда, а потом никто и имени нашего не вспомнит. Попробуйте, а дерево начать составлять свое родовое, а окажется, что уже там и составлять нечего, уже всех давно забыли, никто никого не помнит. Раньше как-то пытались, потому что на этом самом держалась вера, потому что все видели, что все идет, в общем-то, к Богу в конце концов. Что есть прародители, так называемый Ману, и все гордились своими родственниками. А когда родственники стали совершать веселые дела, перестали сохранять память о родственниках. Потому что раньше заслуги писались. То есть дедушка стал святым, богомучеником, таким-то, таким-то, в смысле, за реву потом страдал. Такая-то бабушка, она всю жизнь любила своего дедушку, то есть никогда с ним не развивалась. То есть воспитала 48 детей, 47 из них умерли, но один стал святым, понимаете? И все это, да, то есть все жили героические жизни. И это было действительно вот интересно. А сейчас, то есть там дедушка спился, то есть бабушка восемь раз вышла замуж, то есть и каждый раз неудачно. То есть там тот, тот все деньги проиграл в казино, это тот, что это записывать никому не хочется. Никому не хочется, поэтому все перестали вот это в прошлое записывать, потому что нужно гордиться своим прошлым. Поэтому мы должны жить так, чтобы 108 поколений помнило наше имя образу. Все говорили, вот был пра-пра-пра, уже не помним кто, но вот он был духовным человеком. Вот он был духовным человеком, вот он действительно сделал шаг вперед. И поверьте мне, все ваши родственники будут говорить о вас, если вы хотя бы сделаете шаг на пути духовного развития. Уж хотя бы среди своих родственников вы будете точно в величайшей знаменитости. Правда сначала это будет знаменитость веселая, потом знаменитость подозрительная и только в конце вас будут уважать. На это уйдет лет 20, конечно. Но все потом оценят. Все потом оценят. Увидите, как это происходит, потом все оценят. Все будут у вас в совете спрашивать, все будут за мной. Искать мудрость от вас. То есть мы должны стать, в общем-то, вот этой прослойкой мудрецов, которые должны, в общем-то, давать совет. Это обязанность знающего человека. Он должен давать совет другим. Поэтому он должен научиться этому. Поэтому он должен вести себя так, чтобы хотелось спрашивать. То есть его слова должны соответствовать его жизни. Это очень трудно. Но это героический путь. Это действительно помощь людям. Все остальное не помощь. Деньги не помогут, ничего не помогут. А вот память о том, что была Личность, которая действительно совершила духовный подвиг, вот это да. Это то, что будет всех переворачивать. Всех. Вопросики, можно? Все больше и больше заботы о том, что мы должны действовать активно, в соответствии с природой. То есть мы на какой-то результат же должны ориентироваться. И на какой-то результат привести, и в то же время не быть привязаны. То есть я все больше слушаю. На какой бы результат мы не рассчитывали, мы должны понимать, что может прийти любой результат. Если я рассчитываю только на позитивный результат, я буду страдать. То есть, например, женщина хочет родить мальчика. Но она должна рожать ребенка, а не мальчика. Потому что может получиться и три девочки, кто знает. Никто не знает. Жизнь нас этому учит. Жизнь нам этому учит. Даже кулинария нас этому учит. То есть всегда хочешь одно приготовить, может получиться чего угодно. То есть каждый раз может другой вкус получиться. Мы должны быть готовы к любому результату, и мы должны его принять с радостью и любовью, как подарок от Бога. А не как наши ошибки? Ну что, женщина ошиблась, если родевать рук девочек, а не мальчика? Нет, ну вот в действии, если мы почему-то ошиблись. Но почему думаете, что вы ошиблась? То есть я делаю, как считаю правильным, то есть это моя практичность. То есть вот я правильно веду машину, и мне в бок въезжает грузовик. Что я делал неправильно? Что я делал неправильно? Ничего. Просто пришел такой результат. То есть я учился несколько лет на водителе, я не торопился, ехал по всем правам дорожного движения, я был внимательный. Просто мне сзади въезжают и все. Если я к этому не готов, то я пойду, выйду и убью этого водителя. И засужу его в нас. И буду всю жизнь переживать. Понимаете? Поэтому на Востоке, например, иногда даже имя детям до первого года не дают. То есть не привязываются. То есть пытаются понять, что за ребенок родился, уже смотрят. Уже потом им говорят, у меня есть интересная карма детская, интересная. Меня сначала Олегом назвали. И что бы я ни делал, все люди меня зовут Олегом. Все. Что бы я ни делал. Везде написано, что я Вячеслав Олегович. Что бы я ни делал, всю мою жизнь все меня зовут Олегом. Понимаете? Что бы я ни делал. Более того, а недавно моя жена должна была свой для какого-то издательства про себя написать. Я написал про себя, я на мне мое имя не написал. Мой муж там, мой муж просто написал. И издатель, он ставил имя мужа и он ставил имя Олега. Почему он так сделал, никто не знает. То есть он не знал, как меня зовут. То есть есть вот такое. То есть вот такие результаты. Что я могу сделать? Зовут меня Вячеслав Олегович. Судьба решила, что все меня будут звать Олег. И что бы я ни делал, мне все равно все зовут Олег. Да. Поэтому на всякий случай мне дали духовное имя, чтобы никто не мучился. У меня еще и Бакита Павловна на всякий случай. То есть это всех уравняло. Все довольны, счастливы. Поэтому я даже не удивляюсь и не расстраиваюсь, когда меня Олегом называют. Я уже к этому настолько привык за 20 лет, что мне все равно абсолютно. Ну вот судьба такая, вот ничего не сделаешь. Что делать? Что мы можем сделать? Ну что моя мама сделала неправильно? Да все равно она правильно сделала. Если она подобрала то имя, которое я считаю нужным. Ну вот судьба другая. То есть вот ничего не сделаешь. Что мы можем? Вот один человек посадил там какое-то растение, оно у него выросло. И он его не поливает, а оно цветет. А другой поливает, делает все, подвязывает, а оно чахнет и чахнет. Знаете, вы что сделаете? Ничего не сделаете. То есть вот у одного человека тяжелое заболевание, а он не умирает. А у другого легкое он не умирает. Что вы сделаете? То есть да, что-то от нас зависит, конечно. То есть вот если вы неправильно вели машину и были невнимательными, а однажды точно куда-то попадете. Это факт. То есть долго не может так деться. Долго не может. Но если вы делаете все правильно и рассчитываете только на правильный результат, значит пытаетесь стать Богом. Понимаете? То есть будете страдать. Поэтому что говорит Бхагавадгита? Выполняй свои обязанности. То есть будь ответственным. Делай все практично, правильно. НО! Не пытайся наслаждаться результатом. Получиться может как угодно. Понимаете? Как угодно может получиться. А когда к этим мыслям есть негативные мысли, ты думаешь негативно, как все говорят, и у тебя человек пессимист и оптимист. И оптимист как бы все более-менее складывается оптимистически, а пессимист у него постоянно все плохо и так оно и делает. Это как-то... Как бы вы ни думали, все будет идти по вашей судьбе. Либо вы будете несчастны, или вы будете страдать. Поэтому мы должны выполнять свои обязанности. Выполнять свои обязанности, действия практичны, служа Богу и Его детям. Но это влияет? Что? Негативная мысль. Что значит негативная мысль? Ну вот здесь же... Я не очень понимаю, что такое негативная мысль. Ну... То есть вот я еду. Я еду. И пессимисты боятся, что меня врежутся. Врежутся ли меня? Вас в любом случае врежутся. Думайте вы об этом или нет? Не вы, не вы создаете ситуацию. Эта ситуация по судьбе приходит. Либо вы будете все время страдать, думая об этом. Либо вас просто врежутся, и вы дальше спокойно пойдете. Выйдите из машины и дальше спокойно пойдете. Поэтому нужно думать о том, как везти машину. А не то, врежутся у вас или нет. Потому что если вы будете думать, что вас не врежутся, вас все равно врежутся. Ну а мне кажется, все равно есть такая тенденция, что когда люди способны притянуть негатив своим мыслям, это имеет место? Притяните мне сюда 100 тысяч долларов на стол. Притяните. Я всех прошу. Это материстичная теория очень грубая, и она противоречит духовности. Человек думает, что он Бог. То есть я великий Бог, и я подумаю о чем-то, и это произойдет. Думай о чем хочешь. Если бы наши мысли что-то решали, мы бы все давно уже были миллиардерами, и мы бы тогда все стали бедными, потому что опять бы все деньги распределились и все. То есть это уже был такой опыт, все у богатых отобрать, дать всем бедным, чтобы все были богатыми. Хорошая идея. В принципе хорошая, да? То есть правильно. Но что произошло? Все стали бедными. То есть вот все хотят стать богатыми. Ну это все хотят стать. Но почему все не становятся? Почему? Как вы думаете? Потому что есть судьба. Потому что каждый должен свои испытания сдать. Один должен сдать испытания богатством, другой должен дать испытания бедности. И поверьте мне, испытания богатством тяжелее, чем испытания бедности. Потому что бедному легче стать счастливым, чем богатым. Легче. И это доказывало. Даже современная психология доказывало. Даже современная психология. То есть это факт. То есть, бедные страны более счастливы. Более счастливы. Факт абсолютно. То есть, в этом идея. Поэтому, если я думаю, что я Бог, то есть, неважно как, грубо или тонко. То есть, грубо, но я думаю, что каждое мое физическое действие будет заканчиваться тем, чем я хочу. Да? Это Бог. И тонко. То, о чем я думаю, тоже должно приводить к тому, к чему я хочу. Это тонкий Бог, как я говорю. Нет. Нет. Я должен действовать, исполняя свои обязанности. Я должен исполнять свои обязанности. А думать я должен не о хорошем и не о плохом. Я должен всегда думать о Боге и никогда о нем не забывать. Потому что он ни хороший, ни плохой. А он единственный. Он мой папа. А папа знает, что лучше. Если папа решит, что для меня лучше 100 тысяч долларов, он мне их даст. А если папа решит, что для меня лучше 1 доллар, мне хватит одного доллара. Я должен быть чистым этим долларом. Поэтому вся культура одну простую вещь говорит. Нужно жить посредством. То есть пришло много, правильно трать много. Пришло мало, правильно трать мало. Правильно трать мало. Почему пришел кризис? Потому что люди стали жить не на свои деньги. Не посредством стали жить. Люди стали жить в надежде, что их правильные действия приведут к правильным посредствиям в будущем. Они стали думать, что их не уволят с работы. Что валюта не изменится в свои ценности. Что они же хорошие люди, правильно? То есть все стали жить в будущем, временем. То есть мы думаем, что время нашей энергии, а время не нашей энергии. И так как все стали жить в будущем, пришел кризис. Время пришло и сказал, а вот фигушки вам все. Живите настоящим. Поэтому лучше маленькую картинку снимайте, но живите спокойно. Так же? Так же. И вы будете спокойно счастливы, если у вас два квадратных метра есть. То есть человеку нужно два квадратных метра, чтобы там лежать спокойно и все. То есть я иногда приезжаю на восток, у меня комнатка, два квадратных метра мне дают. И еще со мной двух человек пытаются посидеть, чтобы они тоже там сидели. То есть видели, как восточные люди живут? У нас с восточным людям балконы сдают в Москве. То есть там полочки вот так строят, и там шесть китайцев может жить на этом полку. И они счастливые, дружные, довольные, всем счастливые. На балконе шесть человек может жить. Есть такие москвичи интересные. То есть у них там 40 человек живет в этой однокомленной квартире, там все сдано. Все вот эти ниши, которые для вещей, они все сданы для жилья. И там живут счастливые люди причем, абсолютно довольные, счастливые. Нам на самом деле для счастья ничего внешнего не нужно. Просто так как я связываю свое счастье с результатом, от этого я постоянно страдаю. То есть нам кажется, что мягкое лучше, чем твердое. Кто это сказал? Нет, мягкое хуже, чем твердое. Мягкое расслабляет, а твердое мобилизирует, правильно? А где легче заснуть? На твердой табуретке или на мягком диване? Во время лекции. С твердой табуретки вы хотя бы упадете. То есть хотя бы есть возможность проснуться. А на мягком диване уже точно не проснуешься. Некоторые приходят на мою лекцию поспать. Есть такая категория людей. Не знаю, где их приучили. Но они приходят сразу, находят место где-нибудь в самом дальнем углу, ложатся спят и спят. И всю лекцию спят. Обычно какой-нибудь там флеер не ставят. На запись ставят. Бывает, что весь зал засыпает. Бывает, засыпает весь зал, потом лектор тоже засыпает. Бывают смешные ситуации. А был однажды случай. Одному лектору ставили диктофоны. Ставили, 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 ставили. И так к этому привыкли, что однажды он лектор пришел, а перед ним 30 диктофонов стоило. И он взял магитофон, поставил свою запись перед этим и не ушел. Был такой реальный случай. Нет, то есть счастье это в общем-то наши отношения с Богом. А через него мы понимаем, какие должны быть отношения со всеми другими живыми существами. И когда мы всех видим, как своих братьев и сестер, у нас другое к ним отношение. То есть да, брат может быть подозрительным. И сестра может быть странноватой. Но я должен их терпеть, потому что нет у меня других. Это мои братья и сестры. И Бог у нас один. Мы все родственники, что делать? Мы должны как-то учиться жить мирно и дружно. То есть пока мы не принимаем Бога, мы будем воевать. Мы будем делать гадости друг к другу. То есть мы будем жестоки, потому что мы не видим связи. Йоги мы не видим. Не видим связи с другими живыми существами. Поэтому духовный человек, он видит связь со всеми другими живыми существами. Атеист думает, он один. И поэтому он должен со всеми бороться. Вот в этом проблема. Угу. Угу. Вот просто обсуждать или просто говорить о другом человеке. Насколько это как толком? Если хочется про человека поговорить, но я не хочу вот как его оскорбить и обсуждать, то мне хочется просто просто обосказать как с подругой. Знаете, есть в том, где я сплетничаю, а есть... Вряд ли я что-то изменю в этой традиции. Правила культуры очень жесткие, вы не сможете с ним жить все равно. Я вам просто скажу, нельзя говорить о том, кого нет. То есть, кого нет. Тот, кто не присутствует. Но поверьте мне, это мне не поможет, то, что я вам что-то сказал. То есть, это уже, так сказать, незыблемые женские законы. То есть, вы все равно будете что-то спрашивать, а кто это, а что это. То есть, что такое женское средство? Если появился какой-то незнакомый мужчина, то все должны друг у друга спросить, кто это, что это. То есть, это невозможно. Никакая женщина не выживет, если появился какой-то мужчина, явно какой-то необычный, и ей не расскажут, кто это, она жить не сможет спокойно, она не уснет. То есть, это нормально для женщины. Просто делайте это доброе как-то. Как-то с добротой. Ну, это нормально для женщины. То есть, мужчины это не делают. О, еще как? Ну, далеко не все. То есть, у них свои проблемы, то есть, у них другие вещи. Ну, то есть, там, у них как бы свои проблемы. У мужских, у женщин свои. Все эти проблемы равнозначны. Равнозначны, в общем-то. И, то есть, нет какого-то плюса или минуса в мужчине являешься. Просто все свои проблемы обсуждают. Все свои. Все свои обсуждают. Поэтому, так сказать, тут сколько ни говори, бесполезно. То есть, сколько, так сказать, это не обсуждают, толку не будет. Просто старайтесь это делать, так сказать, по добре. По добре. Это, знаете, все равно что-то сказать. По секрету кому-то что-то передавать. То же самое. То есть, сказать, никому не говори. Так же бесполезно. Даже еще хуже. То есть, хочешь дать рекламу, то есть, назови это секрет. Не верьте фильм, секрет. Не верьте фильм, секрет. Это все атеистические проделки. Хорошая реклама. Но нет, мы должны, мы будем счастливыми только если будем готовы к любому результату. Каким бы он ни был, мы должны быть к нему готовы. Потому что мы хотим быть молодыми, здоровыми и богатыми. А жизнь нас всех сделает больными, старыми, бедными и, в конце концов, мертвыми. Нет. Если я к этому не готов, то вся вторая оку curie в моей жизни, будет несчастной. Нет, если я это пойму, вся вторая оку curie в моей жизни будет счастливой. Я буду все счастливее и счастливее. Все счастливее и счастливее. Потому что я это принимаю от бога, что это мой экзамен, я должен его сдать. То есть, я готов через это пройти. Через болезни, через старость, через смерть. Я готов сдать. И я поэтому и хочу понять, какие вопросы в билетах. и как я должен себе вести на экзамене. То есть я должен изучать темы, написанные в билетах. У нас три билета. Болеть, старость и смерть. Нужно эти три билета выучить. Если я их выучу, я буду счастливым студентом. У меня будет счастливая старость, я буду готов. Я буду умирать счастливым. Мы все умрем. И весь вопрос в одном. Счастливыми или несчастными? Только в этом вопрос. Поэтому, если я изучаю эти билетики, я буду умирать счастливым. Я буду умирать счастливым. Если человек становится на пункт преданное служение, изменяется ли его карма в какой-то судьбе? Карма – это последствия нашей деятельности. Поэтому, если мы заканчиваем… Это судьба. Да, это судьба. Поэтому, если мы уходим к Богу из материального мира в духовный мир, в этом случае все последствия нашей деятельности распределяются между нашими врагами и друзьями. Если наша хорошая карма идет к друзьям, если наша плохая карма идет к врагам. Потому что с собой ничего не заберешь. И карму нужно здесь оставить. Поэтому нужно быть другом всем живым существам. Хотя бы по этой причине. Так это говорят. Побойся Бога. Хотя бы побойся того, что если ты кому-то не друг, и он, не дай Бог, станет святым и уйдет к Богу, то вся его плохая карма придет к тебе. Все же нужно распределять после смерти. То есть, что после смерти происходит? То есть, суд объявляется, приходят все родственники и распределяется. Вот, тебе пятиэтажный дом, а тебе завещана помойка. Вот, извини. Пожалуйста. Так же и здесь. В этом случае и да. Пока идет сам путь духовного развития, карма немножко отодвигается. Немножко отодвигается. То есть, она остается, но рядышком держится в полном объеме. То есть, мы испытываем последствия, но в том качестве, чтобы это нам помогало более активно развиваться. Но как только мы передумаем активно развиваться, опять все нам вернется. Это ваше, извините, вы забыли. Все забыли. Как мусор иногда. Человек выбрасывает, чтобы никто не видел. Его догоняют. Говорят, вы тут пакетик забыли? Да. Дальше с этим пакетиком. Поэтому до конца, до последней секунды жизни нельзя думать, что я освобожден от кармии. Поэтому последствия приходят. В общем-то, эти последствия нужны, чтобы мотивировать меня к жизни. Также эти последствия к нам будут приходить, чтобы у неверующих людей был выбор не верить в Бог. Поэтому неверующий человек что скажет? Посмотри, ты веришь в Бога и ничего. И ничего ему не говорит. Потому что это его шанс быть свободным. Потому что Бог не хочет насилия. Он хочет, чтобы каждый пришел свободным. Поэтому внешне он делает так, чтобы никто не догадался, что за пределами кармы находится. Но вы будете чувствовать, что это уже не то. Что это другая карма. А вот в астрологии, если астролог советует его работать определённой кармой, то есть это тоже как проработка кармой не работает? То есть если я должен убить человека, то я должен пойти убить человека или что? Например? Нет. Нет. Более такие. Если сейчас идёт период какого-то там Сатурна, плохого там, не знаю. А я бы астролог не разбираюсь. Поэтому лучше угарить. Если бы астролог советует проработать, допустим, Сатурну. Посмотрим. То есть, посмотрите, то есть, например, у нас есть гора Меру, да, наших последствий. То есть мы насовершали на 300 миллиардов там, 300 триллионов, так сказать, рублей там, долларов, так сказать, неправильных действий. И вы думаете, что если в день Сатурна в субботу, как делают в Индии, бросить одну железную копеечку и это аннулируют что-то? Вы действительно в это верите? Это нарушает на закон кармы. Что такое на закон кармы? Закон равновесия. Поэтому, чтобы отдать всё, это называется кармаканда. Чем опасна астрология? Она может нести в себе атеистическую идею кармаканды. То есть, что я могу маленьким действием аннулировать большие последствия. То есть, знаете, что я убил вашего мужа, а потом пришел, знаете, я вот тут салфеток купил в магазине на 100 рублей. Вытрите слезы, пожалуйста, простите меня. То есть, это равноценно, нет? Это смешно. Знаете, есть такой пример, что один человек убил своих родителей. Это был такой реальный пример. По-моему, даже здесь, в западной судебной практике, когда я занимался, когда я учился на юлистах, мы разбираем этот пример. То есть, он убил своих родителей. И когда был суд, то он взывал к этим судьям чем? Помните этот пример? То есть, что он говорил? Пожалуйста, скостите мне срок, потому что я сирота. Это пример из юлистов. И ему скостили срок, потому что по закону сироте нужно меньше давать. После этого я ушел из юридического института. Потому что я понял, что я все-таки буду на законы кармы изучать. Поэтому карма-канга это очень опасная тенденция в астрологии, когда человеку не о Боге говорится, что только Бог может твою карму взять в свои руки и давать ее тебе как надо. А современная астрология не духовная астрология. Она может говорить, что Бог это все ерунда, в субботу бросить железную монетку, так сказать, подари ее там грязному человеку железную монетку, и твой Сатурн успокоится. Это попытка обмануть Бога. Обмануть своего прошлого. То есть все это называется лейкопастырем на шее, с которой голову трубит. Есть только один способ выйти за пределы кармы. Это служить Богу. Нет другого способа. Икадыши это служение Богу. Это не пост для здоровья. Упаси Бог соблюдать Икадыши, чтобы быть здоровее. Вы не станете здоровее, если будете Икадыши соблюдать. Икадыши это день служения Богу, когда я должен даже еды меньше принимать, чтобы все свое настроение отдать служению Богу, чтобы больше читать Его. Это духовный пост. То есть мы меньше кушаем не для того, чтобы меньше болеть. То есть мы готовы принять любую болезнь от Бога. Какую даст, такую и будем болеть. Это Его выбор. И Он решит, через какую болезнь нам надо пройти. И все эти что-то пройдут. То есть у каждого какая-то своя радость в жизни будет. Все пройдут через это. Мы, то есть если я обощусь ради того, чтобы не болеть, а потом придет болеть, то какая будет у меня мысль? Я столько усилий приложу, я столько всего сделаю, а Бога нет, Он меня не любит вообще. Бог любит меня. Поэтому Он даст ровно то, что я заслуживаю. Я это делаю бескорыстно, не ожидаю ничего. Но не лучше это как-то карму? Карму никак не лучше это. Полностью карму отключает. Если я думаю о Боге и никогда о Нем не забываю, кармы нет. Есть только любовь к Богу. Но так как я еще не полностью чист, поэтому любовь к Богу выражается иногда и в наказании. Потому что я хулиган. Я еще не отличник. Поэтому где-то пряником, а где-то кнутом. То есть, к сожалению, никто еще эту систему не отменял. И как вы понимаете, кнут иногда доходчивее действует, чем пряник. Поэтому нам даются пряники, изучая трактаты. Служи Богу, ходи в храм, делай то, делай все, думай о Боге, никогда его не забывай. Но пряник нам надоедает. Господь хочет нам счастья. Поэтому, чтобы мы тянулись к прянику, Он дает нам почувствовать, так сказать, другой стимул. Поэтому... А раньше были розги, было такое понятие доступное. Сейчас роз нет, но папин ременья помнит. Скажите, пожалуйста, а если поклоняться тем, как Сатурну, если действительно человек вошел в период Сатурна. Если поклоняться Ему, когда поклоняешься Ему, как великому Слуги Господа, то есть, то может быть, Он может немножко изменить к тебе отношения. Вольный, да, когда Он любит. Я сейчас объясню. То есть, есть Боги, есть полубоги. Полубоги исполняют волю Бога. Поэтому полубог никогда волю Бога не нарушат. Он любит Бога. Как же Он нарушит волю Бога? Это мы ему взятку дать пытаемся. Он не берет взятку. Он волю Бога исполняет. Он любит Бога. У них нормальные отношения. У них там нет политики. Он приходит, говорит Бога, тот один вообще с ума сошел. Бросил мне монетку, один цент, в субботу, и говорит, пожалуйста, отмени мне десять тысяч убитых людей. Люди совсем с ума сошли. Это называется кармаканда. То есть, это полное издевательство над Богом. Это мы ищем кому дать взятку в этой божественной иерархии. Кому и когда? В субботу может дать и что? Так же люди взятку дают. Когда дать? Кому и что? Понимаете? Астрология это не система, как кому дать взятки. А астрология это наука, которая мне помогает понять, как я могу эффективнее служить Богу и Его детям. Не более этого. Это не наука, как давать взятки после Бога. Это наука, которая помогает, как служить Богу и Его детям. А когда она себя изучала, то я увидел, что я буду счастливым не только если я буду заниматься интеллектуальной деятельностью. Поэтому я от всех видов деятельности других отошел и занимаюсь только передачей знаний. То есть, это мое направление. Но хотя я пробовал много и был во многом успешен. То есть, я делал много разных духовных деятельностей. Много лет я стал изучать себя профессионально. То есть, я остановился только на передаче знаний. Вот, пожалуйста. Я полностью доволен. А хотя это самое трудное из того, что я делал. И самое невыгодное. Самое невыгодное, самое трудное. Потому что все тебе не выгодят, все с тобой борются, меня арестовывают с автоматами. То есть, меня ненавидят. То есть, меня там как только вообще со мной не борются. То есть, денег особенно не дают. То есть, и вообще, нет у меня ни дома, ни по семье, ничего нет. То есть, вот он я, брошенный. Но я полностью счастливый, потому что так я могу лучше всего служить Богу. Поэтому для этого не нужен астролог. Для этого нужен духовный учитель. Духовный учитель также видит нашу природу и говорит нам, что мы должны делать. Поэтому Кришна говорит, не надо принимать астролога. Кришна говорит, прими духовный учитель. Астрологи нужны для тех, кто не хочет принимать духовного учитель. Так люди не хотят принимать духовного учителя, есть астрологи. Они выполняют функции духовного учителя, если, конечно, они понимают Бога. Если не понимают, это просто попытка дать взятку. Но там все нормально. Это не наша канцелярия, духовная канцелярия. Там взятку не дашь. Даже тут, я думаю, взятку дать трудно так просто. могут и посадить за это. Будут проблемы, так просто взятку не дадут, а с тем более таким личностным, просто оскорбление, ну ничего не надо. Это мы думаем, что наши деньги, помните эту историю, тоже с собой какой-то человек умер, да, и он попадает к вратам рая и ему говорят, ну что с собой взял? Он говорит, а я что-то как-то быстро так собрался, что-то быстро так умер, даже с собой ничего не взял. Он говорит, ну давай там самое ценное, иди бери, ему дали там один день, и он быстро завернулся, все продал, все это в сливки золота сливал и с собой два больших кирпича. Притащил, говорит, и это то, что ты принес? Принес. И что он говорит, а зачем ты с собой булыжники притащил? И он посмотрел, а там дороги вымощены на золотых кирпичах. Что ценного? Ничего ценного. То есть там дороги вымощены, то есть он все, что у него было в эти кирпичи вложил, думал, вот теперь он. А вот это ценности, то есть наши ценности мирские, они не являются ценностями для духовной среды. Это никому не нужно все это. То есть что у нас, то есть мы пытаемся и за курятника или за коровника столько всю свою жизнь отдать. Да просто курятник. То есть у кур тоже самое, они более счастливы. У них нет арендной платы, они просто живут и живут. Клю, клю тебе свое зерно. У них тоже петух нормальный, то есть все нормально. А? Индродивно с вами. Вячеслав Владимирович, опять возвращаясь к астрологии, все-таки момент непонятен. Если астрология помогает понять, как служить Богу, и вот наступают различные подпериоды, значит служение должно быть какое-то разное, различные подпериоды? Нет. Тогда зачем тогда они нужны, если они помогают понять? Они не нужны, они не помогают, да? Да, почему они разнообразные? Они не разнообразные, но у нас только один период. Период без веры и есть период веры. Всего два периода. Как бы я, каким бы способом я себя не вел, если я не верю в Бога, все будет плохо в моей жизни. Как бы это внешне не было? И как бы внешне не было плохо в моей жизни, если я помню о Боге, это будет самый лучший период. Поэтому не ловитесь на материальную астрологию. Она сводит все к очень простому. То есть материальная астрология все упрощает. Духовная астрология дает только одно понимание, что мы слуги Бога. И поэтому каждый должен обратиться к своему духовному учителю и спросить у него, что я должен делать. Если у меня нет на это сил, то тогда еще возможность реализовать свою мечту. То есть не у учителя спросить, а у кого-то другого. Так я хитрю с Богом. Поэтому грамотный астролог, он говорит то же самое, что и духовный учитель. Просто называет это планетами, периодами и все что-то. Так человеку больше верится. И он ему говорит, у тебя такой период, тебе надо больше мантры повторять. Лучше следуй и кадыши. Больше читаешь и мадваги в этом. В храм тебе нужно обязательно ходить. Вам это скажет настоящий астролог. То же самое. Мой астролог, то есть тот учитель, у которого я учусь, когда к нему приходят, он только дает пару советов каких-то. Либо больше мантры повторяй, либо лучше следуй и кадыши. Всем. Что бы там у него ни было, какой бы там период ни был, что бы как бы, просто разными словами одно и то же говоришь. Нужно больше мантры повторять и следовать и кадыши. Людям это нравится. И они верят в это. Ну а духовный учитель то же самое просит. Следуй и кадыши больше повторяй. Общайся с кадыши. Просто нам иногда нужно чудо. То есть как мы говорили, помните, я вам рассказывал, что материзм это ожидание чуда. Кто-то слышал, кто-то нет. То есть атеизм это ожидание чуда. То есть я думаю, что ничего не делаю, я что-то получу. И мы на это рассчитываем. Это вот атеизм. Тот же фильм «Секрет», да? То есть ничего не делаю, я что-то получу. Это чисто стопроцентный атеизм. Духовность, вера в Бога, это не ожидание чуда. Мне не надо чуда. То есть я буду все равно служить Богу и Его детям, что бы там ни было. Что бы там ни было. Я готов это делать несмотря. Мне не нужно чуда. То есть я, если я духовно развиваюсь, мне все время кажется, что мне дается больше, чем я заслуживаю. Если я деградирую, то мне все время кажется, что мне дают меньше, чем я заслуживаю. Поэтому духовный человек всегда счастлив. Ему все время больше дается. За что? Да за что? Да отстаньте. Да зачем мне это? А человек атеист, то есть если он деградирует, то ему все время... А что так мало? Я не понял, обманули что ли? Да вы что издеваетесь? Да за кого вы меня принимаете? Он все время несчастлив. Вот это мы должны научиться проводить. Абсолютно все равно такой период. Неважно ночь или день. Вы должны всегда помнить о Боге и не забывать его. Это разные периоды, ночь и день. Неважно лето или зима. Вы должны всегда помнить о Боге и никогда его не забывать. Вот к этому должна она повредить астрология. Тогда это будет духовная астрология. Поэтому не вся астрология духовная, к сожалению. Сейчас сделаем. А забрать? Я не трактую Библию, потому что нужно тогда заново всю Библию изучать. Посмотрите, чтобы трактовать Бхагавадгиту, у нас ушло пять дней, чтобы как-то разобраться, да? Заметили, что так много надо поговорить, чтобы что-то было понятно. Чтобы понять Библию, надо тоже много дней потратить, чтобы все были в ситуации понятны, к чему они говорятся. Потому что в каждом трактате некоторая своя задача. Поэтому мы ее не можем просто взять и вырвать из контекста. Мне нужно тогда всю Библию вам рассказать. А это очень сложное устройство. То есть есть одна часть, там пятикнижие, то есть там Тора, другая часть, есть еще что-то. То есть она разбита на разные трактаты, разные цели. По разным частям Библии, по разным частям Библии, аж целые направления религиозные существуют. То есть это все сложно на самом деле. Это не простой трактат. То есть чем проста Бхагавадгита, тем что один конкретно Кришна говорил одному конкретно Арджуне. И он говорил на одну конкретную тему. Поэтому, так сказать, в ней просто разобраться. Поэтому мы хотим выбрать это. Я выбрал, потому что я нашел ответ. Я человек, который ищет ответ. Я их еще до сих пор. И тут я их нахожу. То есть как только я не нахожу ответа, мне это неинтересно. Это просто мой путь и все. Но не обязательно для всех. Просто одним хочется идти, зная, куда он идет. А другим нормально просто спать на заднем сиденье, посмотреть уже куда привезли. И тот и другой путь хороший, если водитель знает, куда идти. Поэтому везде говорится, что нужно следовать за Богом. Но планировать, да? Как это планировать? Там или шесть? Там или пять лет? Десять лет? Не факт. Не факт. Нужно, так сказать, свои планы иметь в виду, но понимать, что все может закончиться сегодня. Тогда мы как бы сейчас. Это наш план. То есть наш план, что если сегодня все не закончится, то в течение десяти лет я сделаю вот это, вот это, вот это. Ну вот так вот. Да. То есть я должен все время понимать, что это не мой план, есть план Бога. Поэтому в Шамадбхагава там говорится, если человек утром думает, что он доживет до вечера, а вечером думает, что он доживет до утра, он великой иллюзией находится. Потому что спросите тех, кто попал в какую-то ситуацию тяжелую, они вам скажут, это абсолютно неожиданно произошло. Никто не мог подумать. Никто просто не хотел об этом думать, поэтому мы сразу об этом думали. Для нас это шоком не было. То есть я когда в больницу попал, для меня это не было шоком. Я просто переехал жить в больницу и все, взял свою сумку и поехал жить в больницу. Так же открыл книжку, так же стал член лекции, так же стал готовиться. Теперь живу в больнице. Какой шок? Так и все должно быть. Все, мне сделали операцию. На следующий день я уже опять читал лекции, уже все читал, меня отвезли. Я даже не заметил, что я попал в больницу. То есть это не было для меня шоком. Я не думал, что я не заболею. Я знал, я заболею, просто мне было интересно, когда. Вот это сегодня, понятно. Сегодня заболел, все нормально. Я знаю, сегодня. Какая проблема? То есть это не проблема, это должно быть. Я это принимаю. То есть от нас это не зависит, да. Нет, но если мы будем биться головой в стенку, у нас будет болит голова. Да. Поэтому не надо биться головой в стенку, нужно действовать практично, разумно, то есть не делать глупости. Но когда время приходит, надо это принять как испытание и жить дальше спокойно. С этим испытанием что делать? Что делать? То есть вот нам дали такое, то есть как вы там арендовали машину, все, вы едете в этой машине, что вы можете сделать? Вот такая машина. То есть там арендовали дом, вы должны жить в этом доме, что вы можете сделать? То есть либо вы уже едете в ней спокойно, так сказать, и радостно, либо вы всю дорогу мучаетесь, убьетесь себе, поговорим. Да зачем? Да почему? Да почему я маленький не умный? Почему я женщина, почему я не мужчина? Почему я мужчина, почему я не женщина? Зачем? Все. Уже дали машину, едь. Просто едь. То есть делай свои дела. Едь правильно. Так же и жизнь. То есть мы сделали, что могли, выбрали, как могли, то есть дала нам эту жизнь. Мы все свои усилия приложили. Но когда получили все, нужно с помощью этого быть счастливым. Делать других счастливым. Понимаете? А иначе просто страдаем. Просто страдаем. Тяжелый страдаем. А смысл? А как правильно понимать, что мы должны действовать без привязанности? Ну все равно же не можно, вот в реальности не можем без, как вам сказать, вот равно заботиться как о своих родственников, так же заботиться о соседях все равно есть. То есть привязанность к самому-то не можем. Больше. Больше всего. А с начала лекции, Розуль? Нет. Потом я опять все лекции сначала расскажу. Нет. В этом идее, да, что такое привязанность. Привязанность это то, от чего я завишу. Поэтому если я привязан к телу живого существа, это тело обязательно заболеет и умрет, я буду страдать. Поэтому я должен видеть душу в каждом живом существе и служить Богу, понимая, что только служа Богу я могу так же и служить душе другого живого существа. Потому что мы связаны через Бог. Если я не вижу отличия души от тела, то эта привязанность будет меня мучить. То есть я должен видеть вечное в этом соединение души и тела и быть привязан к вечному, а не к временному. Если я привязан к временному, я буду страдать. Очень просто. Если код. Да, это так. Забрались. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ И Продолжение следует...